Здравствуйте, во-вторых, я очень рад вас видеть, хотя вас не вижу, потому что вы сидите в контр-аржуре. Я подумал, точнее, мне батюшек сказал, что мой долг, я хотел, конечно, через чужие стихи, я хотел сдрыснуть, здесь есть такое слово, сдрыснуть, не знаете? Нет, ну мы поймем. Это как-то, нет, я сейчас объяснил, оно на самом деле не русское, так сказать, оно не российское, скажем так, в прямом смысле слова, потому что слово «здрыснуть» я услышал в Нальчике, в Кабардино-Балкарии, вот, собственно, родина моей мачехи, да, куда мы стали ездить, там, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й класс, и вот это слово «здрыснуть» мне просто нравится. Что ты хочешь «здрыснуть»? «Здрыснуть» — это значит, ну, как сказать, «слинять», да? Понятно. Кстати, я сейчас буду читать стихи, там тоже есть слово «здрыснуть». А что значит «слинять»? Кстати, это очень важно, потому что именно, кстати, объяснить слово «здрыснуть» с точки зрения, там, уйти от, да, уйти от ответственности, уйти от нежелательного какого-то общения, да, это трудно, не очень правильно объяснять, а вот с точки зрения слова «слинять», слово «здрыснуть» легче объяснить. Слинять — это значит сделать что-то незаметное, да? Не в смысле сказать, значит, что-то, кстати, уйти, да, это не значит «здрыснуть», это значит «слинять», я говорю, «да, ты очень милый, такой милый», я говорю, «милый», и так тихонько, тихонько, значит, «слинять». Я говорю, я сейчас пойду там поснимаю слёклу. Кстати, слёкла отлично, я её поснимал. И вот это слово, я уверен, что половину людей не понимают, но оно, кстати, было использовано на стихотворении «Полстолетия спустя без посвящений». Я потом, кстати, ну, чтобы просто не забыть, есть отличное стихотворение Марины Ивана Цветаевой, у меня сейчас нет его, я помню его немножко, ну, что-то я помню наизусть. Тебе, имеющему быть рождённым, столетиями спустя, как отдышу своей рукой, как насмерть осуждённым, своей рукой пишу. Друг, не ищи меня, другая мода, меня не помнят даже старики. Ртом не достать, через литейские воды протягиваю две руки. Глаза твои я вижу, пылающие мне в могилу, в ад, ту, видящие, что рукой не движет, умершую сто лет назад. Ну, и так далее. Вот она пишет целое стихотворение о том, как… Ну, надо было сильно тосковать по любви, мне что-то кажется, что по любви… Ну, сейчас я уже не тоскую ни в какой любви, а когда я тосковал, мне казалось, что это должно быть апрель. И что это стихотворение Цветаева именно про апрель. Когда я посмотрел на дату, это было про август. Ну, понимаете, оно было написано в августе. На женщин тех, горжусь, на женщин тех, сейчас… На женщин тех счастливых горжусь, как смотришь и ловлю слова. С борищей самозванок, все мертвы вы, она одна, жива. Я ей служил служением добровольца, все кольца знал, весь склад ее перстней. Грабительницы мертвых, эти кольца украдены у ней. О, сто моих колец, мне тянет жилы, раскаиваюсь в первый раз, Что я всегда их в кость и в кривь дарила, тебя не дождалась. И сладко мне еще, что в этот вечер сегодняшний так долго шла я вслед Садящемуся солнцу и навстречу тебе через столет. Бьюсь об заклад, что бросишь ты проклятие моим друзьям во тьму могил. Все восхваляли, все восхищались, розового платья никто не подарил. Кто бескорыстный был? Нет, я корыстный. Раз не убить, корысти не скрывать, что я у всех выпрашивала письма, Чтоб ночью целовать. Сказать? Скажу. Небытие – условность. Ты мне сейчас страстнейший из гостей, И ты откажешь перлу всех любовниц во имя той – гостей. По-моему, гениальный. Возможно, я какую-то страсту пропустил с присущей мне забыточивостью. Но вот этот образ женщины, человека, который идет через… Мне почему-то казалось через апрель. Я вам уже говорил, что мне казалось, что в апреле есть вот эта необходимая дымка, даже не дымка, необходимая бессмертие серости и пыли. Когда еще ничего нет. Снега нет. Ну понятно, что… Я сейчас говорю про какую-то среднюю голосу, да? Снега нет. Зелени нет. А есть какая-то остановившаяся вечность. Вот именно тогда, уже понятно, что весна наступает, вот тогда сжимается это сердце, когда тебе… Ну когда ты тоскуешь об этом, когда тебе хочется, чтоб тебя кто-то нашел. И кажется, что этого человека просто нет. Что этот человек будет только тогда, через сто лет, и затоскует от тебя. Что, естественно, неправда, потому что невозможно от тебя кто-то затоскует, но тебе это не даст уже ничего. Потому что все, что тебе могут дать, вот только здесь. Здесь, сейчас. И вот я потом, когда буду читать… Потому что я решил вообще никак не структурировать, а буду читать именно как… Я попросил там свои стихи, цветущий цикл, еще какой-то. Я не буду сейчас выделять, я когда до него дойду, вы поймете, или я останавливаюсь и скажу, вы поймете, что я как раз и написал этот парафраз. Ну вы знаете, что такое парафраз, да? Парафраз – это какая-то некая переделка уже… Ну как не переделка, а реплика. Вы понимаете, реплика уже сделана. У художников есть такой, да, допустим, такой термин – реплика. Например, Рембрандт рисует… Ну, к примеру, я сейчас от фонаря говорю, да? Там «Возвращение блудного сына». И еще рисует еще одну такую же картину, примерно похожую, вообще, может, даже кажется, похожую. Может быть, даже аутентичную. И это называется реплика. То есть есть оригинал, есть реплика. Цветущий цикл. Ну так здравствуй, моя дорогая тупая черешня. Я ведь раньше не думал, что мой возмутительный прах – это родины прах, этот яростный, сливочный, нежный. Он, как ветер весной, застревает в цветных волосах. Землею пахло, воздухом пылило, а выпило меня и отпустило. Ну так и пусть, теперь в земле лежит у молодости безобразный вид, когда она уже остыла. Да и без нас уже напичкана по горло. Земля, как курица. Но вот приснилось мне, что мой отец, точнее, папа, умер и на прощанье озверел во мне. Как колобок, вертящийся, паскудный, все прыг да скок по венам и рукам. А мне все кажется, что я его забуду. А мне все кажется, что я его отдам. И, как негадок, мне его затылок. Но я хочу его схватить и не могу. И он летит, как розовый обмылок, выскальзывая с криком в темноту. Вот так и я уйду. И на здоровье, и ты уйдешь, провалишься к цветам. Но все равно всей невозможной кожей услышу я. И ты услышишь тоже. Я тебя никогда не забуду. О, Боже, Боже! Я тебя все равно никогда никому не отдам. Я ведь знаю, что вроде любил, любил меня кто-то из вас. Но вот что интересно. О, Боже мой, Боже! Отсюда, из всех, из цветных, из цветочных, распахнутых каш, я до тебя никогда, никогда не забуду. Ты же меня никогда никому не отдашь. Я говорю, из такой очевидной курги, из черешен таких, из такого расцветшего чуда. Господи, Боже ты мой, я тебе никогда не забуду ни поганую мякоть мою, ни шершавые руки твои. Но зато по молочной реке, по кисельным твоим берегам, убираясь в зеленый подвал, по цветную весеннюю груду, так как я под тобою, никто никогда не лежал. Я тебя все равно, все равно никогда не забуду. Вчера я рассказывал по поводу моего сна, да, когда я прыгнул, разбил свою коленку, мне показалось, что это сон. А потом, когда я откинул изъяло, выяснилось на утром, что это не сон. Вот, собственно, не об этом, да, понятно, что старение, оно больше этой истории. Но вот это было похоже, это как розовый обмылок. Но не обмылок, там был всякий мячик, помните? Он говорил, что он был похож на мячик, папа. Но вот, кстати, извините, что я буду останавливаться, извините, что я с вами как с детьми разговариваю, просто я бывший учитель, поэтому я привык дообъяснивывать, хотя, может быть, не стоит этого делать. Вы помните, мы вчера говорили про определенную подлинность высказываний, которое, мне кажется, стало в новых стихах современных, что я еще в свое время употребил такой термин, это как справка, ну, понимаете, да, ты уже не можешь написать, я помню чудное мгновение, передо мной явилась сна, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, потому что все это уже очень абстрактно. Ты должен написать, я помню чудное мгновение, передо мной явился стрик, Маша Смирнова, с пятого этажа, как мимолетное видение, как гений… Ну, понимаете, я сейчас, естественно, окрубляю, что спит. Вот помните, я говорил вам про определенную честность лексическую. Вот я сейчас вернусь к страфе, да? Да и без нас уже напичкана по горло, земля как курица. Ну, понятно, да? То есть напичкана имеется, когда ее перед духовкой, надеюсь, это понятно, да? Но вот приснилось мне, что мой отец, потом, в скобке, точнее, папа, скобка закрыта, умер и на прощение озверил во мне. Понимаете, вот, в принципе, это ведь могло этого не быть, но без этого не было бы нового стиха, ну, если угодно, новой искренности. Я никогда папу не называл отцом. Ну, понимаете, да? Я никогда… Вы знаете, вы такие… Мне очень нравится вас дрожить, что вы такие брутальные. Вот вы такие брутальные, но вы там отец, там ботяня, там еще что-то, что-то там говорите, я не знаю. Я никогда не говорил ни ботяня, ни отец. Было бы странно, что я к папе вышел бы и сказал нам «отец». Папа сказал, Дима, ты сумасшедший, ну, не настолько же. Ну, вот. Я всегда говорил «папа», естественно, только папа. И вот это, мне кажется, очень важно в стихе. Когда тебя вот начинает немножко вести инерция, ну, конечно, такое инерция, да? Ну, когда вот едет автомобиль и уже тормозит, и на некоторое время он еще инерционно, ну, как бы уже без газа едет. Так же существуют и стихии. Я уверен сто процентов, что так же существуют и отношения любовные. Что вот они разгоняются, да? А в какой-то момент они начинают уже идти инерционно. И вот я не знаю, как в отношениях. Хотя вот вчера я говорил, да, я не очень в этом смысле хороший человек. Я действительно рву очень быстро, когда я понимаю, что мы уже едем на инерции, да? Но это, кстати, не обязательно что-то, ну, как бы что-то и того. Но в стихах это точно должно быть отслежено. Вот ты начинаешь забалкиваться. Что мой отец, понимаешь, такой забалкиваться, да? Я что-то говорю, восторжен, что-то говорю. Вдруг там, типа, начинаешь немножко пригорать. Я говорю, что мой отец, и вот это очень важно для меня лично, точнее папа, сколько закрыт, умер. Ну, понимаете, да? Я должен это удачнить. Я здесь все понятно, что я сейчас говорю, да? То есть это не… Вот это, мне кажется, и есть правильная и честная… Честная и правильная работа со словом. И работа с собой. Потому что работа со словом – это есть работа с собой. Ну, по крайней мере, для меня. Мне казалось, что это магия. Сейчас мне уже ничего не кажется в этом смысле. Но так это было, и я положил на это пол своей жизни. И было бы жалко, если бы я положил ее непонятно нашли. Полстолетие спустя, без посвящения. И чтобы жизнь твоя всю жизнь с таймя стояла. Одним упругом и цветущим кубом. И чтобы все это твоей могилой стало. Но только я твоей могилой буду. Это я. В середине весны. В твердой памяти. В трезвом уме. Через головы всех. Из сухого бумажного ада. Это я так свободно к тебе обращаюсь. К тебе. От которого мне ничего, кроме жажды, не надо. Потому что сейчас, через почки и глыбы идя. Из-под почек и глыб. Я сейчас так отчетливо знаю, Что из всех претендентов Ты все ж таки выбрал меня. Потому что я старше. Тебя и себя защищать не желаю. Это ты. Полстолетия спустя. Ты с меня. Соскребешь эту ложь. И возьмешь. Как тюльпан. Как подростка. За мою лебединую шею. Только что ж ты так долго. Так долго навстречу идешь. Только что ж это я. Так безропотно. Ждать не умею. О, как тужатся почки. В своем воспаленном гробу. Как бесстыжи они напряглись. Как набухли в мохнатых могилах. Чтобы сделать все то, Чего я не хочу. Не могу. Не желаю. Не буду. Не стану. Не должен. Не в силах. Но зато я способен Бесплатно тебе показать. Все равно ведь уже Никуда не сдрыснуть и не деться. Как действительно надо Навстречу любви прорастать. Как действительно надо Всей жизнью цвести и вертеться. За одну только ночь В преждевременном взрыве листвы Все так жарко рванулось с цепи. Все так жадно в цвету пламенеет. Вот и я отпускаю тебя Из прохладной своей пустоты. Потому что никто, даже я, На тебя этих прав не имеет. И неважно, что может быть я Все, что есть у меня Отпускаю. Это жизнь и могила Твоя. Золотая она. Золотая. Вот это и есть реплика Тебе повторяется Тебе Через сто лет. Вы обратили внимание Все, когда я написал на Цветаева Что там Это гениальное створение Я просто это вам сразу говорю Это просто гениальное створение Я имею в виду Цветаевского Но вы обратили внимание Что там немножко Если ты начинаешь об этом думать Тебя подшкиливает И при этом Может быть вам приятно Не знаю Смотрите, что там Смотрю, как ищешь И ловлю слова С Борищей самозванок Все мертвы Она одна, жива Я ей служил Служением добровольца Все перстны знал Весь склад ее перстней Грабительницы мертвых Эти кольца украдены у ней Еще мне грустно от того Что в этот вечер сегодняшний Так долго шла я вслед С садящимся солнцем На встречу тебе Через сто лет Бьюсь об заклад Что бросишь ты проклятие Моим друзьям во тьму могил Все восхищались Розовое платье Никто не подарил Смотрите, во-первых Вы понимаете, что там Там постоянно Я, я, я Все восхищались Розовое платье Никто не подарил Ты ищешь меня Ты будешь искать А вы понимаете, что такое Что происходит с человеком Который ищет Того, кого уже вообще нет на этом свете Не вот сейчас, да Когда там Ты можешь прийти хотя бы к старухе Ну понимаете, да Который ты любил ее стихи И пусть даже не любя ее Ну в смысле физически Хотя, черт его знает Может быть и это уже возможно Ну там, хотя бы дрова принести там В воду скипятить Ну понимаете, да А на что обрекает Цветаева Человека, который ее любит На какую муку Это даже не Орфей и Вредика Ну вы знаете, да Известный миф, когда он сошел Чтобы ее вызвать из Аида Помните, да Он назвал ее У меня, кстати, есть эссе Которое не было опубликовано Он узнал ее по тени А я сказал, что мы узнаем другу по запаху Мне очень жалко, что русская жизнь Она сгорела И она не опубликовала Я надеюсь, что ее опубликует Я бы очень хотел, чтобы Если вы там Как-нибудь брошите Вы прочтете, если это будет, да Просто там очень большие деньги Я не могу его выводить просто в открытый доступ Потому что денег сейчас не очень много Я бы хотел, чтобы мы хотели бы за нее заплатить А там моя мысль была Что мы узнаем друг друга по запаху Понятно, что не боится То есть я помню Я рассказывал, нет Вот какой-то это был момент Когда этот запах невероятно приятный Это не в смысле Шанели Мы узнаем друг друга по Шанели Нет, мы по Шанели друг друга не узнаем Потому что Шанель призвана уничтожить наш запах Вот Он может быть даже неприятный Потный С того и с того, если вы знаете, человек Который там Волнуется С того стоит И там запись Где-то у меня был запись И вот Чтобы просто поднимать Микрофон было И вот Я там так Я почувствовал Что вот Через весь этот мускусный Неприятный запах Да? Ну что, что хорошее в запахе Я подмышек Да ничего Что это на самом деле Как бы мой запах Вы понимаете? И вот Я подумал Я написал об этом Что мы узнаем Друг друга А, мы с Олей говорили Вот Я вас прошу Не перескажу Статей Мы с Олей Еще когда были с ней Лежали в постели А Потому что Уборки у меня никакой И я там Быстенько раз И все Я опять Подшкиливаю Молодых людей И потом ты Лежишь Там тебе спину Давит И все Вот Я давил Точку 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 Долго Надо Делать Вот Мы лежали И Мы Засыпали Да Никогда Не Нежели Она Приезжала На 3-4 часа И вот В какой-то момент О чем могут говорить Любовники Либо очень серьезных вещей Либо какой-то чушь В какой-то момент Она говорит А вот скажи мне Если бы нам Завязали глаза Надо было Не завязали глаза Мы были разделены Какой-то там Пелерины Не понимаете Какая-то штука Надо было понять Через переводчика Что ты Это ты А это я Вот Что бы ты Там Мне Спросил Кажется Я сказал Конечно Нарцитическую Хрень Я сказал Я спрошу Какая моя первая хрень Ну как положено Понятно Что Оля сразу сказала Репи Я бы узнал Хотя Вообще Это не очень научно Потому что там мог стоять кто угодно Но человек Узнает Ну не важно Я сказал Что вот все это ерунда Что это Когда ты как Орфей спустишь своей бредикой Ну понимаешь Там тени Тени не пахнут Но мы узнаем Друга по запаху Вот Через Из всех этих самых Из всех Миллионов На миллион Там сотен людей Мы своего человека Который нам Должен быть нашим Мы узнаем его по запаху И мне кажется На самом деле В этом есть какая-то Правильная История Потому что Запах не очищен Да Потому что Это не слово И это уж точно не бестелесная тень Да Которая там движется И которая по большому счету Не больна Только может немножко грустно И вот Я хочу Да Вернувшись Понимаете То есть Что мне было важно Здесь Ну не имеешь ты права При другого человека Обрекать На блуждание Через сто лет В тоске Все что ты можешь сделать Это на самом деле Вы помните Как вы делаете стишок Да? Как ту же цепочки Ну вы понимаете Не вот эти почки Надеюсь понятно? Ну конечно Понятно Потому что я просто уже Иногда побаиваюсь Вдруг непонятно Ну как ту же цепочки В своем воспаленном гробу Вот когда вот они вот так Они вот сейчас прямо взорвутся У меня же очень близко дуб И я вот У меня окно Вот у меня окно И вот у меня дуб То есть его просто можно потрогать О как ту же цепочки В своем воспаленном гробу Как бесстыж Они напряглись Как на бухле в мохнатых могилах Чтобы сделать И так далее Все то что я ничего не буду Не стану Зато я И дальше на чем Зато я способен Бесплатно тебе показать Все равно ведь уже никуда не Действительно надо На встречу любви прорастать Как действительно надо Всей жизни свести и вертеться И когда взрывается За одну только ночь Преждевременно Потому что это было поразительно Я думал Что должно быть Это там через две А я писал стишок Вот это И все это находилось Вот в своем Пыльном Мною любимом апреле И вдруг Грохнула жара И я лег Извините Утром Ночью И почки Уже взорвались Мой дух Был весь Высыпан Дым Я просто был в отчаянии Потому что У меня что-то было Я боялся Что я вошел в ритм С природы Но Это еще лучше То есть Вдруг неожиданно Сам стишок Другое Другое Вошел в направлении Зато только ночь Преждевременно И тут Как бы Созрело Вместе с почками Это сознание Что на самом деле Ты не можешь приговорить Другого человека Блуждать В будущем И досковать о тебе Все что ты можешь делать Это его отпустить И вот собственно И кончается Не важно что может быть Я Все что есть у меня Отпускай Все что есть Все что есть у меня Это жизнь Могила Твоя Золотая она Золотая Потому что вы помните Как начинается стиль Чтобы жизнь твоя Всю жизнь таяма стояла Одним упругим И вот следующим кубом И чтобы все это Твоей могилой Стало Только я Твоей могилой буду Начинается совсем с другого Вот мне почему-то кажется В стихах Честно говоря И должно такое происходить Что Твоя посылка Должна Быть опровергнута в конце Ну понимаете Да Не опровергнута Механистически А опровергнута Проживанием По-настоящему Помните я говорю Что в состоянии Должна быть жизнь Смерть Все 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 И вот ты родился Ты родился Я буду там Тем то И вот ты прожил всю свою жизнь И в конце уже перед тем Как прорвать эту мембрану Слуховую Последнюю Что тебя связывает с миром Я вчера говорил Да вот по поводу там Мальчик девочка Кошка собака Да Я люблю тебя Ну помните Когда я там говорил Эту самую бреду И перед тем как ты это разорвешь Эту мембрану Ты должен понять Нет Ну что-то Нет Это было не так И вот тогда и ты попрощишь прощение Ну понимаете Ты скажешь Мальчик девочка собака кошка Я люблю тебя Прости меня Потому что пока ты этого не осознаешь Ты извините Ты будешь ждать что тебя простят Правда Прости меня чуни что я тебя тряс над этим самым Над Мусоросборником Ну правильно да То есть не прости меня чуни В смысле Вот именно Вот видите Знаете как я Как слово в русском языке поворачивается Прости меня чуни В смысле что Как будто вы знаете Прости меня чуни что я тебя тряс Прости меня чуни что Понимаете Прости меня чуни что Понимаете Здесь что Как бы важно Вот я не могу Да Я это просто Я сказал Получается глупость А я хотел сказать очень важную вещь Что важно что Что Не могу Я не могу сказать сейчас по-русски Но мне важно Как бы важно что Мне важно у них попросить это прощение Понимаете Мне важно просить прощение А Не то чтобы Она простила Что Не то чтобы она простила Вам важно чтобы попросить прощения Не важно что она знала что я прошу это прощение Понимаете Да Вот это Мне важно, что она знала, что она уже простила. Но понимаете, мне важно, как мой брат, он уже давно простил, еще надоел с этой историей. Но вот, мне важно, чтобы тем не менее, мне важно, чтобы она знала, что я ужасно от этого мучаюсь. Вот, вот, все. Понимаете, да? Не чтобы она простила, потому что, ну и хорошо, я пошел, да, опять. Нет, чтобы ты знай, пожалуйста, что меня очень-очень больно до сих пор. Вы понимаете, да? Ну вот, и здесь мне это важно, вот этот момент, это жизнь могилы твоя, золотая она, золотая, да, начинается из чего, да? Что только я твоей могилой буду, так вот я не буду твоей могилой, потому что это жизнь могилы только твоя. Вот это, мне кажется, это очень важная, мне кажется, это очень важная реплика и противовоставление к гениальному, еще раз говорю, цветовескому стихотворению. Потому что не надо, я не хочу, я не хочу во имя той костей, не надо во имя той костей, пожалуйста. Живи с женщиной, которую ты любишь сейчас, из плоти и крови, там, нарожай детишек, если ты хочешь, не рожай детишек, если ты не хочешь. Самое главное, не надо во имя той костей, не надо, пожалуйста. Не надо во имя меня ничего делать со своей настоящей живой жизнью. Понятно, да, эта мысль есть? За нестерпимый блеск чужого бытия, за кость мою, не ставшую сиренью, и силы, славы, слабости, забвения, за вас, за всех, я голосую за. Так пусть же будет жизнь благословенна, как свежемытая рубашка на ветру, как эта девочка, которая нетленна, как эти мальчики, которые в цвету. Когда мы все, как школьники, вставали в восторге, в дружбе, в бешенстве, в любви, мы тоже ничего не обещали и тоже дали больше, чем могли. Из всех смертей, от всех земных насилий, двумя подошвами, сведенными в одну, мы были этим бешенством, мы были сырой сиренью, прыгнувшей в весну. Узнал бы я, как жизнь самозабвенна, всей свежевыжатой, всей свежевымытой рубашкой на плацу, всей этой веткой с переполненной сиренью, меня за все это ударит по лицу. Но я хочу, я требую, чтоб следом за мной, наевшимся, мной благодарным шли вы, сделавшие нас своей победой, вы, даже не хлебнувшей земли, и всех смертей, от всех земных насилий, двумя подошвами, цветущими во тьму, одним неопытным, одним мужским усилием, вы тоже, тоже прыгнете в весну. И пусть тогда, как все, нарядным тленом, я стану сам в сиреневом ряду. Но эта девочка останется не тленом, а эти мальчики живыми и в цвету. Собственно, опять та же самая история. В основу истории положена первая точка, от которой ты уходишь, и от которой ты приходишь в другой. На самом деле, с этим очень трудно смириться. На самом деле, совершенно не хочется становиться чужой победой, потому что кто-то через тебя перешагнет, и кто-то будет более значим, более славен, более любим. Я на самом деле это переживал, когда пришли люди, например, Вера Полоскова, которая известнее, любимее меня. Не понятно, что кто-то любит меня больше, чем Вера Полоскова, а кто-то вообще никого не любит ни меня, ни Вера Полоскова. Я имею в виду, что то, что я хотел, сделало, ну, как бы, именно не в стихах, не в стихах, надо сказать. Я люблю Веру, уважаю ее очень сильно. Прежде всего, как учителя, вы даже понимаете, в каком смысле, как учителя. Вот мы говорили о том, что ты должен, я только понимаю, что ты должен какие-то вещи себе точно проговорить и в них признаться, да? Например, очень трудно признаться в зависти. Мы об этом говорили, да? Потому что вот я с своей мачехой, моя мачеха очень завистливая, она очень хорошая, но она очень завистливая. Потому что когда она смотрит там, когда она смотрит служение на Пасху в Храме Ситата Спасителя, когда я присутствовал, она просто исходит там, когда она слушает Ельцина, ну, потому что типа, вот там рожа стоит, я говорю, мама, ты все видишь, ты… Ну, Люба, ты не смотри-то это, потому что-то там смысл другой. Вообще не надо смотреть по телевизору это, да? Но если ты уже смотришь, то все-таки там… Я очень от этого далек, но даже я это понимаю. Смысл там другой. Смысл Пасхи не в том, что вы знаете, Ельцин или Путин или Медведев. Ну, бывает символический смысл совсем другой. Ну, мам, ну, меня мама называю. Мам, ну как-то подсоберись немножко. А ей хочется там быть? Ей хочется беситься, глядя на эти рожи, которые там стоят. Понимаете, что вот он, вот ей хочется вот это. То есть, и скорее всего, конечно, она там бесит, но скорее всего, ну, или что, там, какие-то джип, там, кто-то наобидит, она там бесит, ну, там, едет. Я говорю, мам, ну, не надо так, пожалуйста. Ну, просто, ну, Морка даже это полный… там, это едет. Ну, не делай этого, пожалуйста. Она говорит, и когда в какой-то момент план про Путина едет, не бог с ними, а вот про джип, то чем она руководствуется, она бесится на нее. Потому что, поверьте мне, она руководствуется только завистью. Когда в свое время я толкну эту завистью, а говорит, вот мне совсем здесь выяснена зависть, сказала Аля. Мне это поразило. То есть человек, который… она очень хорошая, я сразу хочу сказать, я сейчас просто говорю, просто по-прадному черту. Человек, который просто, ну, всерьез этим болеет, он даже не может назвать свою болезнь. То есть, я болею… вот я говорю, я боюсь производить ангину. Помните, вот я все время говорю, пусть меня не дут. Все время говорит, я переболел шестью ангинами, все время говорю, дуйте, надуйте, дайте мне холодного молока, дайте мне еще чего-нибудь. Понимаете, да? Я говорю, нет, вы знаете, я никогда не болел ангинами. Но я болел ангинами, я шесть раз проболел, чуть не понял. Вот понимаете, да, то же самое касается вот этого внутреннего ощущения. И, конечно, это очень трудно, когда… пусть тогда, как все нарядом тлена, я стану сам в сильнем ряду, но вот с этим уже примириться значительно легче. Точнее сказать, когда ты уходишь, ты, на самом деле, можешь благословить всех. Ну, как бы, да? Ты можешь благословить. Вот страшная история… То есть, да, я говорю, я очень им не болею. Это страшная история, что он тоже с Бабием Яровым или с чем-то еще. Когда… это, кажется, из Адамович… Как ее правильно хранить? В «Войне женское лицо»? Марина Абрамовича? Нет, Абрамовича нет. Это Абрамовича вообще другое. Известная она по документам про Баби Яров, это еще из советского времени. Адамович, там… Абрамович, там… Нет, нет, это именно серьезное исследование написано по поводу… И там, в частности, приводится один все лишь маленький страшный эпизод среди сорма других страшных эпизодов, когда уже возили к Бабиему Яру и там на грузовиках. И Сесси издевались над людьми, психологическими людьми, которые от него полностью зависели и сейчас превратятся в трубках. И они уже знают, кого нет. Там был муж и жена или… И он… Там уже был последний, и он так… «А ты дай, подай мужу». В смысле, мужу говорит, ты подай руку своей жене, помоги их забраться на грузовику. Но именно с тем, чтобы ты останешься. Ну, то есть, ты не поедешь на этом грузовике. И он подал эту руку. И жена… Ну, как бы… Представляете, да? То есть, вся чудовищность этой ситуации. Вы понимаете, это не когда вот из машины, там, я вам руку туда еду. Ну, все, чудовищно, да? И вот, кстати, уже с другими связанными тоже, как люди… Что эти люди делали над людьми в двадцатом веке, это известная история, правда, уже другой, другого лагеря, уже немецкого, да? Освенцим, когда… Если я встал, я встал, вы все равно знаете. В концлагере есть евреи, есть поляки, и вот тоже там очередной… очередной экспириенс надзывательством над живыми существами. Эсэсовец… эсэсовец приказывает полякам закопать евреев живыми. Те отказываются. Тогда они их… евреев выводят. В смысле вы вылезаете, поляков туда загоняют и закапываются. Уже евреи. Евреи начинают закапывать. Потому что я ничего не понимаю, что мы бы сделали, если бы мы лежали на этой… после чего уже можно понять, что они делают. Они останавливают, опять выгоняют поляков, загоняют евреев и закапываются. И так поляки закапывают. Ну понятно, да? То есть вот… Говоря про отвратительность, про мерзость человеческой природы, да? Вот развлечение. Но вы понимаете, да? То есть есть какой-то момент, когда, конечно, психику могут сломать, вы понимаете, да? Сначала они… понимаете, здесь же очень важно, что они отказываются, но когда ты полежал уже и тебя выпустили, неизвестно что в тебя срабатывает, да? Вы помните, как устрофобия, когда я там лежал, и у меня виделся лицо Олега, а потом я видел маму, да? И непонятно ли, если бы меня загнали в могилу, чтобы увидеть свою устрофобию, что бы я стал бы делать, да? Может, я вообще бы всех там зарыл. Ну, понимаете, это ужасно, я сейчас говорю о том, что просто рассудить нельзя. Но вот этот, как бы, этот принцип как ломается в человеке… Человек. Ну вот, и… Не забудь, почему я это говорил. У меня какая-то… Про зависть сначала говорили. А, про зависть, да. Вот как бы, что ты должен смело… смело, я смотрю смело, да? Должен честно и, возможно, тупо глядеть на свое несовершенство, на свое животное и человеческое в том числе темное начало. Ну, понимаете, да? Поэтому, мне кажется, что в стихах должно быть… И вот про зависть ты должен называть… Ты должен называть… Ты должен направлять луч света на свою темноту, на темный угол. Ты должен это понимать, чтобы увидеть, что там происходит. Проверку воском начинать. А, я проверю. И в какой-то момент я просто понял, почему я называю ее как бы учителем. Я называю… Спасибо тебе. Я называю ее учителем не потому, что я учусь сегодня на стихах. Мне не очень нравятся ее стихи. Мне нравятся стихи Ленор Горалик. Мне нравятся… Вот тут я вам читаю, да? У Веры такие милые, хорошие, но ничего там для меня не происходит. Там чуда нет. Это не Мандельштамм для меня, да? Но она мой учитель именно потому, что это единственный человек, который сбил мне прицел. Прицел. Мне казалось… Вот я знал, что я такой весь раз такой… Я такая раз такая в мою поезд ушел, да? Как известно, Мадам Брошкин. Я знал абсолютно про себя, что я первый. Я первый. А я, казалось, не первый. Понимаете? И вот это, в этом смысле, это мой учитель, который… И, кстати, для меня это было большое событие, когда я тоже где-то выступал, именно в зал большой. И я учусь у Сергея Горлевского. Я уже его не взял, хотя он потрясающий. Это тот человек, про которого я тоже говорил, что это как справка. У него есть такой стишок, который начинается. Тата Памир. И опять скобочки. А я там был. Скобочка закрылась и пошел дальше в створении. Это очень важно, потому что, на самом деле, еще в системе Бродского ты можешь там писать… Он прекрасно писал, да? «Стала ветреная и волны с перехлестом». Он писал это как бы про древних греков. А что ты знаешь уже про древних греков? Ну, он прекрасно писал в створении. Но вот для Ганлеска уже было это важно. Тата Памир. А я там был. Потому что можно было по миру очень легко реформовать. С миром. С зефиром. Там еще с чем-нибудь, да? С кефиром. С чем? С кефиром. С кефиром. Очень удобно. И на самом деле можно пойти по инерции. И типа, да? И как там блестят на Памире, так я иду в этом мире. А вот для него очень было важно писать. Так, это Памир. А я там был. Потому что вот как только ты там был, ты имеешь право, ну, понимаете, использовать его для рифма. Понятно, да? Вот это… Я понимаю, что это немножко смотрится как только принципиально. Что-то не пост, да? Там типа, не жри мясо. Но для меня это именно принципиальная история. Это именно пост. Нет-нет, вы зря бы я стали улыбаться. Очень хорошо, что вы смеете. Мне нравится, как вы смеете. Потому что я ничего такого трагического не говорю. А я… Ну, понимаете, да? То есть это очень важно. Тоже поставить свою печать, свое того. Эти ягоды слаще, чем все поцелуи твои, и твои, и твои, и твои. Но и хватит об этом. Дай мне ягоду эту в твоей и моей крови. Слаще ягоды этой поганой на свете нету. Я с детства сладок был настолько, что меня от самого себя, как от вина, тошнило. А это просто Бог кусал меня. А это просто жизнь со мной дружила. Уже всей сладостью, всей горечью тогда. Я понимал, что я никем не буду. А этой мелочью, снимаемой с куста. А этой формой самого куста. А этой ягодой блаженной. Буду, буду. Цветочным грузом, в чьих-нибудь руках, Отягощенной нежностью и силой. Я утром просыпался в синяках. Но это Бог жевал меня в потьмах. Но это просто жизнь меня любила. Так в лихорадках каждого куста, Обсыпанного розоватой сыпью, Я узнал и вспоминал себя. Ты заразил меня. Ты наказал меня. Ты этой мелочью, бессмысленной, рассыпал. Я знаю, что я временем живу. Но ради этих белых, синих, алых, Так мало давших сердцу и уму. О нет, пожалуйста, не начинай сначала. Пусть эта книга, пусть она стоит, Вся в горьких ягодах, Вся в вмятинах уродства. Смотри, смотри, она сейчас прольется Прощальным ливнем ягод и обид. О, дай же мне, таким же светлым днем, Все этой сладостью и горечью напиться, Стать этой гущей ягод, А потом перевалиться на твою страницу Цветочным ливнем, Ягодным дождем, И больше никогда не повторится, Нигде, ни с кем, Никак не повторится, Ни там, ни здесь, Ни дальше, ни потом. Чтобы снять патетическую историю, Я хочу просто обратить внимание, Помните, я был тоже про стихи, Как они, мне кажется, меняются, Заметили ли вы или нет, Что там на самом деле есть, Я сейчас прочитываю формально, Именно уже оформально сейчас скажу. Уже всей сладостью, всей горечью тогда Я понимал, что я никем не буду, Этой мелочи снимаем из куста, Этой формы самого куста, Этой ягодой блаженной буду-буду. Скажите, просто ответьте, Здесь есть рифма? Отвечай, здесь есть рифма? Ну скажи, пожалуйста. Быстро скажи, там есть рифма? Есть. Скажи, пожалуйста, там есть рифма? Так вот, рифмы там нет. Уже всей сладостью, всей горечью тогда Я понимал, что я никем не буду. А этой мелочи снимаем из куста, Тогда куста еще есть рифма, да? Да, да. А этой ягодой блаженной буду-буду. А вы понимаете, что на самом деле Она смотрится как рифма? А вы знаете, из-за чего она смотрится как рифма? Потому что там по большому счету Корова и корова. Ну корова-корова это не рифма. Почему? Потому что она не рифма. А вот как ни странно, А это ягоды, значит, сейчас И понимал, что я никем не буду, А это ягоды, снимаем из куста, А этой формы самого куста, А это ягоды блаженной, Буду-буду. Когда вы сейчас услышите, Вы понимаете, что там рифмы нет. Но на самом деле, Когда вы первый раз слушаете, Кроме профессионального человека, Я стопроцентно уверен, Что вы не слышите, что там нет рифма. Потому что она оказалась, что она есть. Потому что она действительно там есть. Но это как бы не повторение слова. Да. Потому что она почему-то становится, Вот понимаете, одно и то же слово. Там еще у меня было, Тоже такое, Не помню, не обратил внимание, Там тоже вот это. И по большому счету я открыл это. Притом открыл не то же я, Типа сейчас я открою что-нибудь. А вот я писал, И я понимал, О, рифма есть. У меня смотрел, И понимал, что там рифмы нет. Но, Если там поставить любое другое слово, Строфа развалится. Вы понимаете, Да, Если там было бы, А это ягоды, снимаем из куста, А это формы самого куста, А этой, Ягодой блаженной, Барракуду, Ну понимаете, Я от фонарей сейчас говорю, да? Отовсюду. Отовсюду. А это ягоды отовсюду. Вот казалось бы, Что она типа, да? Потому что буду я отовсюду, Это не рифма такая, Не самая точная. И все бы пропало, Вы понимаете, да? Вот это к вопросу, Апамир, А я там был. И я на самом деле вдруг понял, Что, Что, Что ты должен очень четко прислушиваться, Уже не к себе. Ты должен очень четко прислушиваться к стиху, да? Ты должен понять, Что стих не делается грамотным. Он не получается грамотным. То есть, То есть, Если ты будешь делать его как он должен, Как это должно быть, Он у тебя развалится. Прощаясь грубо длительно с любовью. Ну что, Опять? Последний раз, Цветком горячим в мыле, Как лошадь загнанная, Вздрагивать во сне. Да все все поняли уже, Все уяснили, А ты все о себе да о себе. Будь навсегда, Цветком горячим в мыле, Будь этой лошадью, Запрыгнувшей в себя, Тогда своей рукой, Своей ладонью, Сильной, Мне легче будет Вытянуть тебя. Да, Сладко жить, Да, Страшно жить, Да, Трудно, Но ты зажмуришься В прощальной синеве, Сирень и яблоня, Обнявшиеся крупно, Как я, Заступиться За младшего В тебе. И Родина Придет с тобой прощаться, Цветочным запахом, Нахлынув на тебя. Я столько раз Не мог земли подняться, Что, разумеется, Она уже моя. Я говорю, А мне никто не верит, Так сколько остается Нам вдвоем Еще стоять В моем тупом сиротстве, В благоуханном Одиночестве Твоем, Прощаясь, Грубо, С нежностью, С любовью. Я не унижу, Господи, Тебя, Не этим все, Не этим нет, Довольно. Я тот цветок, Которому не больно, Я, Это лошадь, Господи, Твоя. Я обязательно Оставлю все, Как было, Чтобы тебе, В конце, На склоне дня, Тебе, Твоей рукой, Твоей ладонью, Мынной, Сподручней было бы Вытягивать меня. И очень может быть Не письменным И устным, Но, может быть, Ты вытянешь меня Совсем другим, Не ярким И невкусным, И все поверят мне, И все простят меня, А может быть, При всем моем желании, Всем корнем, Зацепившись и опять, Я захлебнусь Своим прощальным ржанием, Я тоже не умею умирать. Но в этот краткий миг, За этот взрыв минутный, Так одинок, Что некому отдать Все прозвища, Названия, Клички, Буквы, Я все скажу, Что я хотел сказать. Спасибо, Господи, За яблонью, Уверен, Из всех стихотворений И людей, Ну за единственным, Пожалуй, Исключением, Меня никто Не прижимал сильней, Зато, С другим рывком, В блаженном издыхании, Все потеряв, Что можно потерять, Пол, Имя, Возраст, Родину, Сознание, Я все забыл, Что я хотел сказать. И мне не нужно знать, Но за какие муки, Но за какие силы и слова, Откуда этот свет, Летящий прямо в руки, Весь этот свет, Летящий прямо в руки, Вся эта яблонья, Вся эта синева. Ну, собственно, Так она, наверное, и есть, Я имею в виду. Ну, ладно, бог с ним, не важно. И мне нравится, Я специально буду сейчас говорить исключительно о технике. Я сейчас забыл их, естественно, когда читал, Вспомнил, Что вот тоже хорошо, Что нравится, Что мне кажется правильно, И это не я сделал, Это опять сделал стихотворение. Помните? Сначала начинается там Своей ладонью сильный, Я говорю, Я говорю, мне легче будет вытянуть тебя. Да, сладко же, да, страшно. Я кому-то говорю, Да? Кому-то я говорю, Не себе, понятно. Я говорю, Потом начинается умирание, Да? И вот там, И, может быть, не письменно, не устно, А может быть, ты вытянешь меня совсем другим, Не ярким и не вкусным, Все поверят мне, Все так шелуха приходит, да? Все простят меня. Значит, И чтобы своей ладонью мыльной Тебе сподручнее было бы вытягивать меня. Ну, понятно, да, Я обращаюсь уже к этому. Я не буду говорить, К кому, да? К Богу, К смерти, К чему-то, К то, что больше меня. Вы обратили внимание, Еще раз говорю, Это не моя достоинство. Еще раз говорю, Я не нахвалю. Вы обратили внимание, Как я сделал борщ? Да? Я не делал борщ. Это борщ меня делал. Поэтому здесь Это не похвала глупости. То есть, не похвала себе. Какой там эпитет? Своей ладонью мыльной. Что такое мыльная лада? А что такое, кстати, мыльная лада? Очень скользкая. Скользкая. Вот это правильно. Не запах. И не чистота. Это скользкая. Своей ладонью мыльной. Сподручнее было бы вытягивать меня. И вы понимаете, Что получается, Что стишок делает очень потрясающую мудрую вещь. Он говорит о том, Что меня-то вытянуть будет очень сложно. Потому что рука чего-то, Смерти, Бога, Провидения, Будет скользить по мне. Потому что я слишком... Ну, потому что я, может, умирать не хочу. Ну, или потому что я там слишком нехороший. Ну, я сейчас не знаю почему. Просто будет нелегко. Просто меня будет вытягивать значительно сложнее. Потому что я буду выскальзывать. Вот, по-моему, Что стишок это не я делал. Еще раз говорю. Это сделал стишок. Потому что он понимал, Что стишок не я. Я ничего не понимал. Я говорю, Скорее бы меня уже все отпустило. То есть, Он понимал, Что на самом деле вот эта рука, Ладонь сильная, Которую я так, Типа, да, Я сильный. Я своей ладонью сильный. Кто это такой вообще, Что бы называть свою ладонь сильной? Ну, понимаете, да? Что я кого-то там могу вытянуть. Я никого не смог вытянуть своей, Ну, кроме собаки. Ну, вот. Для этого, потому что она маленькая, И непонятно, кто кого вытянет. Кстати, вот про собаку тоже. Сейчас, да. Ну ладно, не бог с ним. И вот это очень правильно. И стишок я бы никогда не написал мыльно. Я просто не додумался бы до этого никогда. Но звук пошел, да, Я своей ладонью, Я понимал, что сильный, Это уже плохо. Своей ладонью сильный, Вы слышите звук хуже? Своей ладонью сильной, Сподручнее было бы вытягивать меня. Своей ладонью сильной. Сильный немножко провисает. Своей ладонью, Ладонью сильное слово, Потому что там L, Сонорное. Вы знаете, что есть сонорные звуки. L, M, R, да, еще как-то. Своей ладонью сильной. Что-то не то. Своей ладонью мыльной. Вы чувствуете, ребят? Своей ладонью мыльной. Там идет сонорный звук. Он поднимает. Своей ладонью мыльной. Вы чувствуете, как он туда, Как трамплинчик немножко, Как он прям как-то скальзывает. Ну, трамплинчик, да, скользит. И это, поверьте мне, Правда это дело не я. Это просто это дело фонетика. Вот это вопрос. Мне кажется, Если ты правильно прислушиваешься К своей жизни, В данном случае стихи тогда были Моей жизни, То они тебя смыливают. И ты хорошо скользишь. А давайте сейчас я почитаю еще Цикл «Трамвай». О, я, кстати, и тогда, и потом… Вторую часть мы оставим четвертое дыхание, Потому что оно очень сложное. Ладно, ребят? И потом мы, девочки, мальчики. Я всем называю, что ребят нельзя. Это ребята, это мальчики. Трамвай. Вот, кстати, как интересно сейчас, извините. Это цикл, условно говоря, цикл. То есть оно писалось в город, там приходили стихи. Они все почему-то были объединены трамваями. Да, там возникал воробьи, трамвай. Это тоже к тому, что если правильно все в тебе растет, то оно не может выскочить. Я убежден, что не может. Давайте я напишу сегодня про кинишфу, например. Я не напишу вам никогда про вашу кинишфу. Простите. Вы понимаете, по одной простой причине, что она не прорастала во мне. Ну, сейчас я вообще ничего не пишу. Она год во мне не прорастала. Трамвай. Опять автоэпиграф, там у меня очень много автоэпиграфов. Понимаете, автоэпиграф – это строфа, которая пришла раньше, когда-то, может, за год, до стиха. Вот это тоже надо понять, что это не стих. Это вот какая-то странная, выскочившая из какой-то обмылок, которая нас за год. Но он ждал своего часа, чтобы прилепиться именно к этому стишку. Вы должны это понять, что это не смысл. Ну, почему это автоэпиграф? Нет, он был написан, допустим, за год. Или там за месяц дает. Автоэпиграф. «Мне страсть страшна, небытие кошмар. Мне стыдно Озенберг, самим с собой быть. Вот эту кофту мне подельник постирал. А мог бы тоже, между прочим, жить». Стихотворение. «Я быть собой больше не могу. Отдай мне этот воробьиный рай, Трамвай в сокольниках. Мой детский ад отдай. А если не отдашь, то украду. Я сам, где одуванчики присели, Где школьники меня хотят убить. Учитывая эту зелень, эту зелень, Я столько раз был лучше и честнее, А столько раз счастливей мог бы быть». Но вот теперь, за май и шарик голубой, Что крутится, вертится, словно больной, За эту роскошную, пылкую, свежую пыль, За то, что я никого не любил, За то, что в аптату и маму топчу, Я никому ничего не прощу. Я всё наврал. Я только хуже был. И то, что шариком игрался голубым, И парк сокольники, И я узу мою, которую боюсь, А не люблю, Не пощади. И мне не отдавай Весь этот воробьин, Страшный рай, Но пощади Кого-нибудь из них, Каких доверчивых, Желанных, Заводных. Но видишь ли, Взамен такой растрати, Я мало, Что могу тебе Отдать ей. Не дай взамен Жить в сумасшедшем доме, Не напиши тюрьмы мне на ладони, Я очень славы и любви хочу. Так пусть не будет Славы и любви, А только одуванчики в крови. О Господи, Когда ж я цвету? Когда я в свитере, Взбесившемся, У вянам, Так неужели впрямь Я лучше стану, Как воробей, Смирившийся в грозу? Но если кто-нибудь Всю эту ложь разрушит, И жизнь полезет, Как она была, Как ночью лезут перья Из подушек, Каким же легким И дырявым стану я, Каким раздавленным, Огромным, Безоружным. Опять, чтобы взять Именно не центральное, А что-то периферийное. Тоже очень было важно. Была такая протеста И на Леснянском. Советская протеста, Она очень неплохая, Теплая. У меня было Такое створение, Я там, Что я могу там, Я фонаря сейчас говорю, Я не помню створение, Что я могу там за тебя отдать? Я готова Веками гореть Для тебя Там в аду. Дальше я даже не помню. Вот понимаете, Вот это ложь. Помните пророку, Которую Муж подал своей жене, Чтобы она довозилась На грузовик. Он даже этого не выделил, Ему даже веками не надо гореть В этом аду. Понимаете, Что такое гореть веками в аду? Загляните в вашу плиту. Я сейчас подойду и просто на секунду ее положу. И давайте я возьму руку Леснянской, И просто на секунду положу на эту плиту. Она отдернет ее моментально. Вот понимаете, Против чего, Что мне казалось подлым, Подлым в каком-то значении, Подлый люд, Вот в этом значении. В советской школе литераторства. Понимаете, Ведь можно все что угодно написать. Понимаете, Можно написать, Что я готова тысячу лет гореть за тебя в аду. А ты не готова даже Десять секунд, Ты не готова держать руку на плите. Раз, И, Два, И, Три, И, Четыре, И, Пять, Сейчас моя рука лежит на руке. Это невозможно. Вы понимаете, Даже 10 секунд это очень мало. Еще раз. Раз, И, Два, И, Все. Вы понимаете, Даже еще я до трех не дошел. Пока что 10 секунд это мгновение. Ты даже 10 секунд не готова гореть в аду. Ты закричишь. Понимаете, Вот что, Против чего я, Когда я писал, Я внутренне боролся. Этого не может быть. Ты не можешь. Памир, А я там был. Ад, А ты там не был. Понимаете, да, И ты не можешь об этом написать. И вот мне, Я к чему сейчас это вот? Я, Весь это воробин и страшный рай, Но пощади, Вот как бы я обращаюсь. Пощади кого-нибудь из них, Таких доверчивых, Желанных, Заводных, Но видишь ли взамен такой растрати. Понимаете, Пощади. Я прошу, условно, какую-то силу, Кого-то там, Пощадить, Вот кого я там люблю. Но пощади кого-нибудь из них, Таких доверчивых, Желанных, Заводных. И можно было бы написать, Как угодно Эту страфу. Но стихотворение человека не я. Но стихотворение, Когда ты начал, Поверьте, Там было много-много строчек после этого. Но стихотворение дописывает так, Но видишь ли, Торг. Мне очень важно, Что в этом стихотворении начинается Торг. Потому что в этот момент, Конечно, ты слаб и мало вообще-то. Но видишь ли, Стоп, стоп, стоп. Ну пощади кого-нибудь из них, Только секундочку. Но видишь ли, Взамен такой растрати, Я мало что могу тебе отдать. И дальше я стал думать, Что я могу отдать. Вот на самом деле, Не дай замен, Жить в сумасшедшем доме. Я был в сумасшедшем доме. Я когда, Ну это называется, Косить от армии, Я там еще не косил, Потому что они сами меня просили, Психиатры обследуются. И мне казалось, Что это типа, Так сейчас миленько, Меня там обследуют. Так это не миленько, Тебя на две недели Посылают в психушку. Ты лежишь в психиатрическом отделении. Ну слава богу, Не самое страшное, Потому что мы спускали туда, Нас эксплуатировали естественно, Ну там типа, Отнести какое-нибудь там, Белье, И я спускался на второе, С нашего третьего, И я видел, Что такое настоящая сумасшедшая. Вы понимаете, Когда он так ходит, Который под себя ходит, В смысле вот так ходит, И ходит под себя, И воню я это чувствовал, Понимаешь, Что там убирает. То есть я проходил там, И я бы не хотел там жить. То есть вы понимаете, А вы знаете, Что там в советское время Диссидентов были, Их отправляли, И просто, Их закалывали, Ну в смысле имеется, Я не готов жить в сумасшедшем доме. Не дай взамен жить в сумасшедшем доме, Не напиши тюрьмы мне на ладони, Не имеется в виду судьбу, Я просто, Ну кроме того, Что это был огромный страх, Да? Особенно для меня, Вы понимаете, Да? Потому что я не такой как все, Я не похож, Я ломанный. Ну такой, Да? То есть, Я не уверен, Ты мне рассказывал по поводу, Мы сегодня разговаривали о жизни, Пьянстве, Еще что-то, Когда люди квасили, Выбегали с чем-то, С ружьями, Я даже в этом мире бы не смог жить, Я просто бы не смог там жить, Потому что у него там вслед свистели, Ну и я в какой тюрьме, То есть, Я не готов там быть, Вы понимаете, Я сейчас говорю об этом, Что я не могу, Не напишите тюрьмы, Я не даю замен жить в сумасшедшем доме, Не напишите тюрьмы ему на ладони, И дальше, Что? Я очень славы и любви хочу, Я хочу славы и хочу любви. Точка. Так пусть не будет славы и любви, А только одувальчики в крови, Ну понимаете, Да? То есть, От всего, что ты можешь сказать, Ты можешь казаться, Что ты хочешь идти, Тебе имеющим быть рожденным Столетия спустя, Как я дышу, Своей рукой как на дна, Смерть все ждем, Цветаева, да? Своей рукой пишу. Тебе через сто лет. Вхожу, Я откажусь от этого. В дальнейшем готов Всю жизнь прожить без любви. И в данном случае готов, Ну и готов, Я очень хочу, Чтоб меня любили, Но у меня есть слава. Я очень суетный человек, А уж был-то еще более суетный. Хотя я думаю, Человек не меняется, Как говорил Кастанада Зунгхуан, Я очень суетный человек, Я очень славы и любви хочу. Так пусть не будет славы, Ну понимаете, Да? Но это уже точно надо понять, Чем ты действительно готов поступиться. Ну понимаете, Да? Чтобы это не было. Ой, простите, ради Бога. Односекундный, Односекундный, Ой, типа и все, И хватит. Да? Тебе подержалось. И кстати, Вот это еще, Господи, когда же я цвету, Когда я цвету взбесившуюся, Умяну, Но если кто-нибудь Все это ложь, Мне тоже это важно, Но если кто-нибудь Все это ложь разрушит, И жизнь полезет, Как она была, Как ночью лезут перья из подушек, Каким же легким, Дырявым стану я, Каким раздавленным, Огромным безоружным. Я сейчас, Если я вспомню, Если я сейчас вспомню, Я вот недавно написал эссе, Не читали, Не читали, У Ахматова есть тихо, Я могу забыть о своем. Да? Она называется «Клевета». «И всюду клевета сопутствовала мне, Ее ползучий шаг, Я слышала во сне, Скитаясь наугад, Та-та-та-тай, Под чудо с небом, Скитаясь наугад, За ночлегом, За хлебом, И отбиски ее горят во всех глазах, То как та-та-та, То как невинный страх, Но та-та-та, Сейчас, Я сейчас постучиваюсь В одна мысль. Ее выпад новый, Есть у меня ответ, Достойный и суровый, Но страшный день, Уже чую я, На утренней заре Придут ко мне друзья, И что-то там та-та-та-та-та-та-та, И вот тогда, Значит, Я сейчас просто буду перескаться, И вот тогда Она что-то незримое войдет, В ее, В моей крови, Ее неутоленный рот, Считать не устает, Небывшие обиды, Вплетая голос свой В молении, Панихиде, И станет всем, И станет внятен всем, Ее постыдный бред, Чтоб на соседы глаз Не смел поднять сосед, Чтоб в страшной пустоте Мое осталось тело, Чтобы душа моя В последний раз горела, Слепым безумием Летя в холодной мгле, И с дикой жалостью К оставленной земле. Клевета Я пишу о том, Что это творение ложь, Потому что на самом деле Там наградена Вот такая Страшная история Всегда ее преследовала клевета То как И облески ее Горят во всех глазах То как предательство То как невинный страх Но На каждый выход новый Есть у меня ответ Достойный и суровый Но страшный день Уже чую я На утренней заре Бьют ко мне друзья И мой сладчайший сон Рыдание Рыдание потревожит И Вся ложь состоит в том, Что на самом деле Никакая клевета Не может быть Предметом такого стихотворения И всюду клевета Сопутствовала мне Потому что на самом деле Клевете По большому счету Нет ничего страшного Ну если это не клевета, Что там Например, себя там Органом А просто клевета Вот вы Я там выхожу Он понимает Что-то там про меня Значит за спиной Положим Мне кажется У него там Это есть У него это есть У него этого нет Ну понимаете И наговориться Какой-то напрасный Если сейчас не брать Страшный вариант Что вы наговорите Напрасному следователю Который сейчас собирается Выехать на вранке То по большому счету Мне по барабану Ну говорите вы Что я пью кровь В христианских младенцах Ну что в этом страшном В большом счету Для меня Ну говорите вы Что я там Хватит делать Ну говорите вы Что я там Например Переспал с полком солдат Да? Ну я не спал с полком солдат Ну понимаете Да? Ну не очень там Может быть приятно Там Но тем не менее А Вот если На самом деле Вернуться к этому Сотворению То есть это все Можно пережить А если вернуться к этому Сотворению И изменить только Первую строчку Сейчас Сейчас Я Устрою Это акцион И там Немножко Несколько слов Надо будет Уже причую я На утренней заре Придут ко мне Друзья И что-то там Своим рыданием Потревожит И вот тогда Не слышим Она войдет В ее В моей крови Ее ненасытимый рот Считать не устает Все бывшие Меня здесь словят Не бывшие А все бывшие Обиды Вплетая голос свой В служение Панихиде И станет внятен всем Ее постыдный бред Вы обратите внимание Что здесь я не меняю Ничего Как у Ахматовой Так и я Потому что это очень Станет Ясен всем Внятен всем Ее постыдный бред Постыдный Потому что он стыден А бред Потому что Если мы заглянем Каждый в себя Мы вспомним Сколько было бреда Я имею в виду бреда Не в смысле? Я брежу А вот гнуси Лжи и бреда Что ты бред несешь? Вы понимаете Сколько мы несли Как бы бреда И делали Станет внятен всем Ее постыдный бред Чтобы на соседа Глаз Не смел Поднять сосед Понимаете Ребята Сейчас кто-то придет И будет плеветать Вы будете прятать А сейчас кто-то войдет И скажет А вы знаете Что он И принесет просто четкие Очень правды Что он сейчас Например Кошелек Из твоего кармана Понимаете И по большому счету Вам плевать больше Вынул этот кошелек Может там не так много денег Ужасно стыдно И вот тогда Вы опустите глаза Понимаете Вот тогда вы опустите Вы даже не будете требовать Чтобы я вернул этот кошелек Вы просто Отпустите глаза Потому что вам будет Вообще неловко Что вы В этой ситуации Присутствуете здесь Вы даже встать не сможете Чтобы выйти Но понимаете Потому что встать Значит привлечь на себя внимание Вы понимаете Как чунечка Постарайтесь Ну не лечь Потому что стыдно Стыдно Вы понимаете Станет внятен всем Я постыдно бред Я там пишу в СССР Что когда вот Приходит и вдруг выясняется Ну к примеру Вот там у меня Мы женаты И вдруг Мы приходим Мы узнаем Что с этим я спал Вот с этого Мы целовались Да Да А я уже лежу А я уже умер Понимаете А про это я говорил Что Что-то такое говорил Да Притом может быть не такое Что там дурак А что-то такое Говорил вот Неприятное Ну типа на мере Что я его использую Ну понимаешь Да Вот я отвел тебя И сказал Ну понимаешь И все вот это становится Явно Вот понимаете Вот Вот что страшно И станет явным всем Ее постыдный бред Чтобы на соседа глаз Не смело подняться Что в страшной пустоте Как я сейчас нахожусь Мое остальное Видите я уже Не в шутку А в примере Я наговорил на себя Напрасно И уже в страшной пустоте Мое осталось тело И дальше начинается Чтобы в последний раз Вы видите Как гениально меняется Конец Чтобы в последний раз Душа моя горела Земным бессилием Естественно Звивайся Земным бессилием Летя по рассветной тьме И дикой жалости Поставленной на землю Ну понимаете Вот тогда ты и будешь Что называется Корчиться Когда ты не можешь вмешаться И сказать Нет ребята Это все не так Кошелек я вообще не брал случайно Понимаете Да И вот есть Опять Извините Я вернусь Опять К ужасу Настоящему Потому что Я тоже писал Эссе И она там Вот это Опять Извините Я возвращаюсь К жучайшему опыту 20 века Это было Связано С Львовом Когда вошли Немцы В город И Там Брусчатка Все эти красоты Да И Не они А Местные жители Стали Даже им дали отмашку Стали гнать евреев Они стали гнать их Про улицы Срывая одежду Более того им было не очень интересно Срывать одежду с мужчин Они срывали женщин И вот они Есть и такие фотографии Они чудовищные Ну то есть Окружно понимаете Да Вот они гонят ее И она идет уже вся голая То есть понятно Она идет Среди тех людей Которых она встречала Покупала у них молоко Ну понимаете И они гонят ее Как голое животное Там есть какой-то жуткий кадр Когда сидит Обнимает В возрасте женщина Голого Обнимает девочку Такую Шестнадцатилетнюю Вот эти Ряды мужики Вот такими Остервенелыми лицей То есть И следующий кадр Уже идет Женщина одна Возможно Девочку уже отбили Понимаете Для чего ее отбили Ну понимаете Не важно Даже если ее не насиловали Ну просто Понимаете На эти кадры смотреть невозможно А вы знаете что потом Когда въехала Доблестная Ну она правда доблестная Когда вошли союзники И мы там в Париж Вы знаете что то же самое повторилось Уже С французскими С женщинами Которые За эти там четыре года Жили с Немцами Доблестные Освобожденные Французы Устроили то же самое Есть И не менее страшные кадры Когда Их то есть Их обрили нагло Их И там Тоже страшный кадр Когда там машина Какая-то хоряха Этого Такое ощущение что он никогда Он не был ни партизаном Ни сопротивления А бы просто мясником Он держит Так Женщина бритая Она даже не сопротивляется Он держит Ей на голове Свою ладонь Если Просто можно было бы его убить Я бы его убил Он просто убил Потому что Ну то есть В своем праве Их возили на этих Ну как Показывать Вот Вот что сделали Собственно те Которые были Под немцами Вот что сделали Те же самые Вот это Вот об этом Должно быть Вот я говорю Вот об этом Должно быть Стихотворение Ахматовой А там было как раз К теме Зависти Вот такое Гениальное Страшное состояние Должно было написать Ахматова Но Ахматова его не написал Завидуйте Это моя последняя фраза Ну вот Потому что тема была Зависть Но вот Понимаете Какое оно другое Совсем становится Ну понимаете И отсюда правда Здесь Сопутствовала мне Мне просто скажут Что-то мне когда-то Топит Может Говорит Ёпа Все это правда Потому что Нет ничего страшнее правды Ну если По крайней мере Что-то не то Терри И сейчас давайте Я дочитаю трамвай И идем трюк Если можно Я даже его сокращу Куда ты, Женя? Она жена Сглотает Как леденцы Но ей нельзя Наесться Гляди Любовниками Станем в животе Так много Стало у меня Пупков и сердца Что как цветочками Я сыплюсь В темноте Я так умею Воздухом дышать Как уж никто из них Дышать не может Ты это Прочитай Как вводится Прохожий У самого себя На шарфе Прочитай Когда ж меня В моем пальто Положат Вот будет рай Подкладочный Мой рай Я не хочу Я не хочу Чтоб от меня осталось Каких-то триста Грамм Весенней пыли Так для чего Друзья меня Хвалили А улица Страмылька Называлась Из-за того Что сам Их пылью мог дышать А после На ходу Сырые цацки рвать Ботинком розовым И тем со мною Тесно Я бил Я лгал Я сам себя Любил С детсада Жил в крови Ужасный Синий пыл Но даже здесь Мне больше Нету места Я не хочу В сокольниках Лежать Где Пустоцветное Мое гуляет детство Меня Как воробья В следе Не отыскать Но вот Когда и впрямь Я обветшаю Искусанный Цветной То кто же Кто же Посмеет быть Кем был И смею Я За этот ад Натерчатый Подкожный Хоть кто-нибудь Из вас Прости Прости Меня Приглашение Путешествия Автоэпига Чтобы было бы понятно К маме Не может быть Чтоб ты такой была Лгала Жила Под тополем ходила Весь сахар съела Папу Не любила Теперь и как зовут Меня Забыла Зато как молодая Умерла Но если вдруг Все про меня узнала Хотя чего там Углядеть в могиле Да и вообще Все про могилу Лгут То что в пальто Не может Сыпать пылью Ботинки Ноги Мертвому Не жмут Баранов Долин Я Шагабудинов Когда мы все Когда-нибудь умрем Давайте соберемся И поедем Мои товарищи Ужасные соседи Но если только Всех туда Возьмем В трамвайчике Веселым Голубом Сперва помедленней Потом быстрей Быстрей У мой трамвай Мой вечный Холидей И мимо школы Булочной Детсада Трамвай Которого мне очень Надо Трамвай Медведь Голубка Воробей Уж я то думал Я не упаду Но падаю краснее На лету Густой трамвай Который всех Страшнее А он как Но зелень пусть бежит Еще быстрее Она от туч Сиреневых В цвету Она от жалости Еще темнее И мимо праздника И мимо холидея Теперь о нем И думать не могу Летит трамвай Свалившийся Во тьму Хотя Меня спаси Я лучше быть Хочу Но почему Я так не закричу А впереди уже Преображенка Я жить смогу Я смерти Не терплю Зачем Мне лететь В цветную тьму С товарищами Разного оттенка Которых я не знал И не люблю Но мимо магазина Мимо центра Летит трамвай Спорхнувший Пустоту Так неужели Ты такой была Звала меня И трусостью Поила Всех предавала Всех подруг Сгубила Но как и я Краснее Умерла Но если Так Но если Может быть А так Со мной Не могут Пошутить Моих любовников Обратно Мне Верни Они Игрушечные Но они Мои Мои И через зелень Пыльные Опять Раз этих книжек Мне Не написать С ВДНХ Подбрось над головой Трамвай мой Страшный Красный Голубой К Это Есть Более известная Реплика Второй раз Второй трамвай Но я его не могу читать И Последнее Сотворение Которое Кстати Почему-то Без А Есть Тоже Последнее Из трамвая Собственно Чтобы Просто потом Ничего о нем не говорить Вот Собственно То что мне кажется Должно быть Опять В стихе То есть Конец Должен Немножко Противоречить Начало Потому что В период Длящего Сотворения Ты должен Что-то Понять И переосмыслить Хотя Начало Это делал Абсолютно Искренне И это будет вам понятно Когда бы я Как тючев Жил на свете И был бы гениальней Всех и злей О как бы я летел Держа в кармане Страмынку Винстон Кукиш И репей О как бы я берег Своих последних Друзей Ворогов Старушек Мертвецов Они б с чужими Разными глазами Лежали бы Плашмя В моем кармане Дома Трамваи Тушки Воробьев А если б все они Мне надоели Я б вывернул Карманы И тогда Они бы вертелись В воздухе Летели Все книжки Все варианты Стихотворений Которые родиться Не успели Но даже их Не пожалею Я Но почему ж Тогда себя Так жалко Жалко И стыдно Что при всех Средь бела дня Однажды Над страмынкой И над парком Как воробья Репейник И скакалку Ты из кармана Вытряхнешь Меня Ну что я могу сказать Уже не стыдно Если на самом деле Сейчас мне не стыдно Мне бы что-то раньше Сказало Что умирать стыдно А сейчас не стыдно И делаем перерыв И делаем перерыв И когда я решил Что не за чем петь Я стал молчать Я крик И когда я решил Что нет людей Между свиней и рыб И когда я решил Что остался один Мой козырь Мой чокер среди их тазарей Спасибо Скажи пожалуйста А ты меня спросила, по поводу створения, не так дым и свет невыносимый читал? Я не помню ни одного слова. Хорошо, что-то я не помню. Я помню только состояние. А, ну это да, да, к сожалению. Состояние, помню. Ни одного слова не помню, какое ты читал. Какое бы ни было поэта, это называется там. А у вас нет книжки? Кто ж его посадит, он же в память. Какой, твоей есть? Нет, твоей нет. Рядом с трапезной, я принесу эту книжку. А можете принести? А, не надо, не принесите книжки. Нет, могу, могу. Да? Принесите, я просто прочитаю створение, я просто боюсь бить. Я его неожиданно с этой стороны. Давайте, не будем. Мы поможем вам. Мне кажется, долго. Не надо, не надо. Че ты пробежал к вам? Что, ссоры? Нет, у нас пока принесут уже что-то новое. Да, да. Не, ну не прямо сейчас вы прочитаете, а потом? Ну а когда еще перерыв? А потом? Нет. Он вместо обеда важен. А что ты сегодня на обед? Я сегодня не завтракал. Мне батюшка говорит, что ты очень толстый. Очень обидно, но с поверью. Я люблю створение, я все-таки принесу. Это с поверью длило. Я лучше его за столом прочитаю, не несите. Нет, за столом нет, за столом надо ездить. Все хорошо. Вот и попал, Лев. Со всей столой ты обложил. Столом нельзя, стола не будет. Тебе надо худеть. Ой, она есть у меня. Стоп, стоп, не уходите. Все, вот оно распечатано. Ладно, я почитаю его. Все, а потом? Нет, нет, я хочу его снять. Ну, знаете, у каждого есть, и Ана Ахматова говорила в свое время, когда она уже была, пережила все, что она пережила, и уже написала рейк, она написала поэм без героя. У меня все находились дамочки, в хорошем смысле дамочки, которые подходили и говорили, почитайте, пожалуйста, «Жала руки под темной вуалью». У нее такое створение. Судя по вашему отцу, человек, скажет, потому что вы не знаете этот створение. Жала руки под темной вуалью, от чего ты сегодня видна, от того, что я горькой печали напоила его до пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала в перил, не касаясь, я бежала за ним в город. Запыхавшись, я крикнула шутка все, что было. Уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне, не стой на ветру. Ну, вас не очень смешно, просто нельзя читать его, мне кажется, без коркнутого смеха. Но, по-моему, он такой, конечно. Для женщины это трагично. Да? А мне она, кажется, немножко пошловато. Ну, не важно. Да, наверное, потому что. Но, как видите, я разная его на Визу. И она ужасно от этого... Ну, держит, можно выпендриваться, может быть, страдал, но она говорит, что просто... И она говорит, у каждого есть свои жалы руки по темной вуалии. А так вот, у каждого... И еще... А я потом это... У каждого есть миллион алых роз, как известно. Пугачев, он все время просит поясе, поясе, значит, миллион алых роз. Вот у каждого есть жалы руки по темной вуалии миллион алых роз. У меня тоже есть жалы руки по темной вуалии, это как раз так дымно. Здесь свет невыносим. Но это одно из... Правда лучше сказать. Так дымно здесь, и свет невыносимый, что даже рук своих не различить. Кто хочет жить так, чтобы быть любимым? Я жить хочу так, чтобы быть любимым. Но так, как ты, вообще не стоит жить. А я вот все живу, как будто там внутри, не этот, как его, не будущий Альцгеймер, не этой смерти пухнущий комочек, не костный мозг и не подкожный жир. А так, как будто там какой-то жар цветочный, цветочный жар, подтаявший пломбир. А так, как будто там какой-то ад пчелиной, который не залить, не залезать. Алло, кто хочет знать, как жить, чтобы быть любимым? Ну что молчим? Никто не хочет знать. Вот так ревни. Не то, чтобы неприятно, что лично я так долго шел на свет, на этот свет и звук невероятный. К чему-то там, чего на свете нет. Вот так и мне. Не то, чтобы противно, что тот, любой другой, кто вслед за мною шел, на этот звук, на этот блеск пчелиный, на этот отблеск, все, что кидошел, а то, что мне, и по какому праву так по-хозяйски здесь привыкшему стоять, впервые кажется, что так стоять не надо. Вы понимаете, что я хочу сказать? Огромный куст, сверкающий репельник, который даже в джинсы не зашить, последний хруст, спадающий ошейник, что там еще, с чем это все сравнить? Так пусть, будящий шар, до полного распада, в который раскачнется на краю. Кто здесь сказал, что здесь стоять не надо? Я здесь сказал, что здесь стоять не надо? Ну да, сказал. А все еще стою. Так жить, чтоб быть ненужным и свободным, ничейным, лишним, рыхлым, как земля. А кто так сможет жить? Так кто угодно, и как угодно, но не я, не я. Это история? Нет? Ну, извините. Это стихотворение, оно как бы тоже уже близко, для нас тоже просто классик. Мы его слушаем, мы его слушаем. А что я читал? А что я читал? На самом деле, делают мы стихотворение. Девчонки, Зина в тот момент что-то поймала такое, она потом был фильм, потом был фильм, я спрашиваю, как фильм, говорит, я еще вот поймала то, что Воденников читал. И вот до сих пор. А вы имеете, именно это было... Это было... А что еще раз? Это где-то было, там, где... Знаешь где это было? Это перед бабушкой Микушкина было. А, так еще памятник... Это бабушка Пушкина такая... Шиповник? Перед... Вот когда тебя пригласили туда, и что-то перед началом ты там читал. Ну, да, еще... Ладно, я, ребят, извините. Извините меня, пожалуйста. Ну, а вот теперь, помните, я вчера вам рассказывал по поводу того, как выходило долгое стихотворение, которое мне показалось... Я написал, у меня весь такой цикл «Мужчины тоже могут имитировать оргазм». Я специально назвал его вот таким жестким. Не жестким, а таким... Проэкционным. Могут всего еще раз. Сейчас все объясни, покажем сегодня. Все покажем, правда. И мужчины тоже могут имитировать оргазм. О, не так. Не, пап, да что заходит? Что заходит? Никогда не испытывал. Не имитировал. Не имитировал. Молодец. Хороший мужик. Он даже так слова не складывал. Оргазм имитировать. Мужчина может. А! Ну, ты на хороший... Знаете, как из этого малоколичного анекдота про французского? Оно у меня очень смешно, но просто к месту. По поводу французского короля, когда в короля в бедро попала там пуля, шнартель или там насколько бомбы королева спрашивает. Спросите его, кость не пострадала? И кто-то говорит, Виват, ваше величество. Понятно, вы ничего не понимаете. Она привыкла, что в пах, что у него кость там, что у него там так все крепко, что это кость. Она говорит, спросите, кость не пострадала? Вот. Кость не пострадала? И он приближен, говорит, виват, ваше величество. То есть... Все окей. Понятно. То есть у тебя там кость не пострадала, нет? Ну вот, когда был написан вот то, что тебе непонятно по поводу оргазма, выскочил фрагмент такой небольшой стишок, совсем короткий. Он прям так и начинается, как будто фрагмент, то есть многоточие с маленькой буквы. Только может быть сразу-сразу, не распробовал, я не смог, соловьиное твое мясо, густорозовую заразу, соболиный твой крик, сынок. И после этого вдруг началось стихотворение, которое стало лезть, мне казалось, что он должен быть вот таким, вот таким, вот таким, вот таким. Вот тогда вот это то состояние, про которое Оле сказала, скорее, ты его дописал, потому что я просто боюсь, что с тобой что-то случится. Когда вот она, помните, я сказал, она стала выходить как шланг, и когда вот тебе делают скопию, да? Кастоскопию. Да. Четвертое дыхание. Автоэпикроф. Но что-то видно, есть во мне такое, что я никак смириться не могу, что больше нету никого со мною, ни соболя, ни соловья в снегу. А то, что мне объятий не хватало, так это, деточка, все как бы доковы, зато хватило голоса, металла, таблеток, алкоголя, мужества, судьбы. Зато хватило мне метафор и деталей, ума хватило все перебелить, что ни строфа, желание удавить, что ни абзац, то просьба пристрелить. Несешь себя, как вывих, как припадок, два соболя плюс соловей внутри. Несешь себя, как соловья, в подарок, глядишь, уже обратно принесли. Я уговаривал, давай еще подтянем, ну что же ты, ведь ты ж меня любил. Я говорил, царапается, тянет. Я все это напрасно говорил, не бойся, соболь, я тебя не выдумал, я больше никого не выдаю, но ты, ты должен знать, где есть отдельный выход, в густые заросли, высокую траву. Как быстро ты скребешься, роешь, лаешь, как будто чуешь пулю между глаз. Не рой так быстро, ты же мой товарищ, но видно нет, товарищи у нас. А если нет, за синюю горою найдешь себе другую западню. Беги отсюда, я тебя не скрою, я сам тебя, как выкуп, выдаю. Они убьют тебя, они тебя не знают, как облаком, накрыв твою семью, здесь травят грамотно, здесь правильно стреляют. Я, кстати, многим здрасте говорю. О, как же он бежал с беременной женою, с летящим соловьем по млечному пути. Не бойся, мальчик, я тебя прикрою, я пошутил, чтоб ты успел уйти. Что не строка, то приступ и припадок, что не рука, то выстрел и отстрел. Ты извини, что скромный мой подарок от крови внутренней набряг и отсырел. Да, были безобразны эти роды, но я горжусь, что сексуальный голос мой был утешением моего народа, а мой народ за синюю горой. Я счастлив от того, что в общей куче они прогрызли как рюкзак меня, и что они, не я, бессмертны и живучи, как жизнь, как мужество, как молодость моя. Но что же делать мне теперь самим с собой, уже без всех метафор, боже мой, и что это за облако такое, как облако нависло надо мной. А что я, собственно, здесь собираюсь сделать, и для чего? Стихи свои читать. Стихотворение качнулось, как поэма, мне все равно, как это называть. Четвертый день, при этом хорошее, я задыхаюсь, глядя в темноту, я чувствую испарину на шее, не ту я чувствую испарину, не ту. Я спас тебя, мой соловьиный выдох, собольный выдох, лошадиный храп, теперь я должен знать, где мой отдельный выход, стоп-кран, трамплин, огнетушитель, трап, я должен знать, где мой прощальный выход, высокий купол, ноги в темноту. Стихотворение кончается, как выхлоп, я с этим согласиться не могу. Стихотворение кончается, как тара, его нельзя до неприличия длить, ты извини, что терпкий мой подарок осыпался, пока его несли. Четвертого дыхания не бывает, но мы узнали это только что, ты спрячь меня, как доллары в кармане, как неисполненное обещание, ты убери меня, как варежки в пальто, а я прощу тебе, что этот воздух хлипкий раскрылся, будто парашют во рту. Стихотворение кончается, как с хлипы, я с этим тоже примириться не могу, я знаю, что мы этого не любим, но я люблю, точнее, любил тогда. Страфа всегда, как обращение, к людям, строка всегда, как помощь, как рука, стихотворение кончается, как выбор, не ты его, оно тебя жует, стихотворение кончается, как выбор, как человек, как воздух, как живот, стихотворение кончается, как счастье, как убедительно меня устроил ты, из мелких роз, из позвонков хрустящих, из жирных хоризонтен, молочной кислоты, я бело-красная, поленница живая, там на морозе ты сложил меня, а мне без разницы, я пальцы разжимаю, хреновая поленница твоя. О, как же он летел, как падал постепенно, как стукался, а выступ, воздух, настал, и это больше всех стихотворений, всех наших жалких говорений, фраз, но я скажу, никто, никто не падал, а просто жизнь, цветная наша жизнь, качнулась на краю, а никому не надо, в буквальном смысле, даже нам не надо, а ты буквально, падай, но держись, ну что же ты, давай, иначе не исправишь, вставай, иди, гляди, я говорю себе, я говорю тебе, ведь я же твой товарищ, да нет, не на меня, на свет гляди, на свет, как и обещано, не поздно и не рано, во что ты превращаешь жизнь мою, стихотворение кончается, как драма, творожным облаком качнувшись на краю, еще успеем мы, и ты, еще успеешь, свою цветущую полейницу свалить, и я успею эту жизнь и шею, как грубую одежду, доносить, когда же нас обыщут и разденут, положат на носилки, понесут, тогда узнаем мы, какие хризантены, какими шапками в твоем снегу растут жизнь, нам подсовывает смерть, как легкий выход, смерть нам подсовывает жизнь, как свой итог, стихотворение кончается, как выдох, стихотворение кончается, как вздох, то, как испарина предсмертная ночная, а то, как утренняя радость в первый раз, я ничего про выходы не знаю, я знаю, что все кончилось сейчас, а я еще ловлю себя, как выкуп, а я держу себя за соловья в снегу, а ты меня несешь, как долгий вдох и выдох, и как не устаешь так долго на весу, а я у него вот, твой кожаный подарок, возьми меня за горло, за крово, стихотворение кончается ударом, нет, этой нежностью кончается оно. Ну вот, собственно, и все. Что касается этого стихотворения, кроме того, что оно, действительно, каким образом вылезло, оно еще и, конечно, неважно. А о чем мы поговорим? О поэзии. Да уж, как это ведь, Ну хорошо, что мы поговорим, о поэзии. А вот ты, смотри, мы говорили сегодня про любовь, мы говорили про смерть, говорили. Говорили про смерть? Ну я, если я что-то говорил, то, скорее всего, я вам это говорил. Да. А вот еще про состояние творчества, помнишь, в какой-то программе ты рассказываешь, ну, как оно захватывает, но отчасти это тоже бывает. У меня есть еще одна тема, Бог. Он у тебя как-то встречается, такой, знаешь, пунктирной линией, но очень емко, как золотой нитью, так раз, ну как-то для тебя, в твоем опыте, это что? Мне трудно сейчас, мне как-то не дешит, мне будет неловко просто перед вами об этом говорить, потому что я понимаю, что вы, для вас это такая очень насущная, насколько я понимаю, тема. Я просто боюсь вас, как-то... Ты не бойся. Мы хорошие. Нет, я боюсь вас как раз наоборот, именно потому что вы хорошие, я вас поэтому и боюсь. Задейте. Не, а, вы не поняли, я просто не договорил, не боюсь вас, я боюсь вас обидеть. Так ты же, ты же это, ты же говоришь о своем опыте, а не о том, как оно на самом деле, как на самом деле никто не знает, доживутся. Все, что было до этого, нас не задело. Все очень разные, Дима. Да? Даже про аргану ничего. Ну, я говорил вот об этом как раз на школе злословия первый раз, так четко и ясно. Татьяна Полстая там наехала немножко, но мне... Выбрать, извиняюсь. Ну, я просто... Вот у меня... Вы же видите, как там много даже стихий того периода, как там... Последней стихии там этого уже нет, там встречается слово Богу. Я то, что вам читал на предыдущие разы, самое там стихе во всем. Это состояние, например. Там встречается... Слово Богу встречается, да? Но оно встречается, как бы... И был я там как Бог, безжалостно, как земля, да? Просто вот у меня... Это было, кстати, у Толстого такое, чтобы просто прикрыться авторитетом, чтобы... Даже камни полетят в него. Нет, нет. Хотя на самом деле, как вы заметили, я вообще авторитетами не как бы не прикрываюсь в этом смысле. Но я бы, скажу, скажу про Поздов. Это очень похожее было. Он в свое время ехал там лечиться кефиром, не кефиром, кумысом. Ехал лечиться кумысом и остановился в какой-то... Я не знаю, где он находился, не помню, не буду говорить. Типа Петикош, не знаю, Кисловодский. Он остановился в какой-то мазанке, в какой-то избе, там ему постелили. Среди ночи он проснулся в ужасе. Он так дальше пишет, как будто прям слух, вряд ли у него были бацинации. Но, по-видимому, он просто перевел на язык свои, свои переживания. «Ты кто?» – спросил он. Пустоту, которую он вдруг ощутил. «Я смерть». Ответовала пустота. И вот, когда он заболел страхом смерти, он заболел страхом смерти, и у него были разные... Помните, потом прошел один период, у него был другой, потом у него было прощение, он переписывал Евангелие, если вы знаете, то есть у него были какие-то вещи. Но вот я нечто похожее испытал, по-видимому, это там происходило какая-то химическая история с моей головой, и мой сосуд преувеличенный, ну, как бы уродский, это логический. У меня подал сигнал, я проснулся, я... У меня три раза, три раза, три ночи подряд у меня приходила смерть. Это было очень неприятно. То есть я был совершенно здоров, у меня ничего не происходило, ничего не отрывалось, ничего не болело, я просто просыпался или не мог заснуть, я здесь не могу вспомнить, просыпался или не мог заснуть, но у меня начиналось, у меня началось что-то душить. Просто вот, у меня началась клаустрофобия, без всякого повода клаустрофобии. Я начиналось что-то душить, именно потому, что я понимал, что... что все, что... И тогда вот как бы я понял, это было четкое осознание, что Бога нет. Как бы в том, то, что у меня сначала было, я понимал, что я буду умирать, что... Я как бы... Я понимал, что я растворюсь в свете, да, но я сейчас понимаю, что когда мой мозг будет взрываться, ну, в смысле умираю уже, естественно, это возникает, да, то есть, начинаются умирать клетки, и... все это как бы таки... Светом. Собственно, почему-то эти переживания, да, по поводу умирания, что-то там, туннель виден, еще что-то, это просто отмирание данного количества клеток. Но тогда я об этом не думал, я просто, я всегда думал, что я вот откуда из черновика, и тебя унесут на зеленых ладонях домой. Я помню, как я написал эту штрафу. Я написал, я тоже, на ночи я лежал, и вдруг я понял, что вот я сейчас лежу, и что на самом деле я так и лягу, какие-то ладони. Да, ну, понятно, что зеленые, это на человеческом языке, а зеленых, они не были зелеными. Ну, понятно, да, ну, это просто... И в пиздеце я даже ни о чем не думал, то есть не о том, а это что-то. Ну, вот я так это ощутил. А потом пришли вот эти три ночи, три ночи, которые я просто боялся, потому что я ложился каждую ночь, и это повторялось. И опять ложился, а, Толстого назывался «Разамасский ужас», вспомнил, он был в «Разамассе». Вспомнил, «Разамасский ужас». И я ложился, и я боялся, что опять все, и оно приходило опять. И опять понимал, что я нахожусь... Ну, как бы... Я это не могу... Опять это не одно, так все слова. Я не понимаю, что... Я просто... Я чувствовал приступ к клаустрофобии, от которого мне нельзя было спасти, потому что я не лежал в замкнутом пространстве. Вы понимаете, да? Я вставал, я выходил, я курил, ну, сейчас не в дебат электрон, я курил там настоящую сигарету, но я понимал, что я не могу все равно деться отсюда никуда. То есть я опять возвращался, опять ложился, и я понимал, что ничего нет вокруг, что вообще как бы... Вот я испытал «Разамасский ужас» смерти, да? Я понимал, что никаких зеленых ладоней не будет, и что никто меня на самом деле... Понимаете, это мне все время великает такой образ, он, конечно, очень дешевый, потому что он вообще взятый с приводского фильма. Там какой-то фильм ужасов, я смотрел, он какой-нибудь не самый страшный, маньяк, он просто взрывал, там, в гроб, в гроб заколачивал свою жертву, и, там, видно, губернослава, получал какое-то наслаждение, да, что он там задыхался. Дело для него, и как бы, там пара, парень и девушка, мужем, мужчина и женщина, как раз, они поссорились, как-то, она там обиделась, ушла, там, в центр какой-то торговый, и маньяк оттуда ее там не увез, ну, как бы, обманывал, естественно, помогите мне, еще что-то. И он, мужик, начинает его искать, потом понимает, что это все-таки, что это было, что это, она не просто ушла, она, ну, в общем, коллизия, она не самая интересная. И он его находит, или там письма, он ему написал, в общем, я не помню, он еще как-то находит, и говорит, я хочу понять, как это было. И там все-таки страшно, потому что он говорит, ну, вот хорошо, и он ставит термос, выпей, в смысле, потом я, и он там в дождь, я там сидит за этими самыми, дворниками, и он выпивает, ну, и понятно, что он просыпается в гробу. Ну, то есть, вот. И даже не важно, что там происходит, да, потому что я не помню, потому что был еще второй фильм, где он там, типа, один фильм французский, это настоящий страшный, когда там никто не выживает, понимаете, да, потому что американцы переделали сердце с копиадом, понятно, что он отрылся, наказал, и так далее, но я говорю по-французски. И вот кончается это удивительным, странным образом, вот знаете, иногда вот попса, она куда-то прорывается, и там, они первый раз поссорились, когда приезжали в туннель, ну, с девочкой своей, с девушкой, и последний кадр, что он идет по этому туннелю, по обычным туннелю, ну, типа стакады, да, и встречает ее там, и они вот начинают, вот так знаете, когда вот, ну, это есть, так, видео, фильме, когда это контражер, или что, когда вот фигурки вот такие становятся, возьми были вот так, вы понимаете, да, как межка, как пришельцы, это просто чисто оптическая иллюзия, да, оптический эффект, и вот они как бы тогда как бы уходят. Вообще, очень при всем, при том, что все это было мало приятно смотреть, и вообще неинтересно, но, и неприятно, но вот это я вдруг, вот этот, поштой по большому счету фильм, да, потому что фильм может быть не может быть, не может быть, не москультный, да, хотя я, наверное, неправильно сказал, он может быть, он может быть не поштой, а я вот это вот, вот собственно, что и будет, когда я буду прилетать эту мембрану. Я понимаю, что после этого там урут все мои нейроны, и больше никак ничего не будет, но тем не менее, вот этот свет, этот уход туда меня на самом деле как-то радует, это я понимаю, что если я буду умирать в каком-то боли, если там не будет кончается мой вес, там буду умирать, просто умирать, если не во сне, да, то, наверное, это будет что-то похоже на это, но к Богу это не имеет никакого отношения, ну, если только не считать, что Бог это тот свет, тот тунет, к которому я пойду, а так нет, конечно, вот, понимаете, ведь на самом деле, вы же понимаете, что если запутать цифры, вы знаете, вот уникальна эта история, если нарисовать эволюционные часы, жизни не просто планеты, а Земли просто, вот, жизнь на Земле, что-то, если представить себе это в циферблат, как двадцати четырехчасовой, ну, понимаете, да, у нас почти уже не носят часы такие, поэтому надо представиться, вот они висят, и вот, это потрясающе интересно, это ученые, это научные сведения, что вот, с нуля, с двенадцати часов до шести, существовали, миллиарды лет, сколько там надо, три миллиарда лет, существовали, ну, вы сейчас даже понятия, ладно, бог с ним с миллиардами, с двенадцати до шести, вечера существовали только одноклеточные существа, с шести, я буду немножко врать, поэтому шести до восьми, существовали уже многоклеточные существа, ну, типа медузы, вы понимаете, датчики, с восьми до десяти, появились многоклеточные, типа динозавры, вы понимаете, ну, жили, с десяти до чего-то появились млекопитающие, и человек появился за десять секунд до полуночьи. Вот понимаете, как только ты видишь научную вот эту модель, тебя это просто поражает, когда ты понимаешь, что ты занимаешь десятисекундное объятие, вся эта груда времени, я, наверное, описал, этого не знал, про десять секунд, может, я только про десять секунд, может, там не десять секунд, может, там минута, я не помню, но там именно вот что-то такое, какие-то секунды, стоит ли вся эта груда времени одного десяти секундного объятия. То есть понимаете, тогда вопрос Бога надо сильно разделять, то есть можно сказать, что просто все сущее тогда является Богом, но просто тогда, если мы на секунду просто писаем себе научное видение мира, то как бы все рассыпается, но Библия уж точно рассыпается. А каким образом она рассыпается, как-то, как известно, как создавался за шесть дней, что у вас? Ну, это же не буквально. Ну, вот понимаете, тогда все становится очень не буквальным, понимаете? Конечно, да. Бог не буквальный. Да, тогда, по большому счету, почему, если это не буквально, тогда, например, буквальные, там, десять заповедей, да? Почему они станут буквальными? Ну, либо это, либо это, либо это. Они и буквальны, и не буквальны. Как ваши стихи, когда вы говорите, о том, что с квадратных скобочков, да? Я был на помере, есть там помер, но я там был. Да, но я там был, да. Вот этот добавок буквально. Ну, хорошо, я даже не готов, я это просто предполагаю. Но при всем при этом, потом, понимаете, вот я просто еще думаю, а теперь если уже бог с ними, с этими огромными часами, да? А вы знаете, что человечество очень тоже долгое. И вот, что на самом деле, помните, я уже говорил, только сейчас за какой-то там век жалкий, вы помните, про мобильность, да, про дикость, даже на языке, я позвонил тебе из лесу, еще наши родители, им показало бы, что мы бредим, да? Да. Невозможно. То есть, или что я сейчас посылаю, фотографирую капусту, которая ей очень нравится. Моя Оля, кстати, говорила, что нет ничего более эротического, чем капуста. Правда. Ну, капуста очень эротичная, она действительно выглядит, она вот так. Как это вы так видите? Ну, а вы, ну, солененькую, хорошо, с хребушкой. Ну вот, а вот так видим. И вот, что я снимаю капусту здесь, и ровно через, сколько там, пятнадцать секунд эту капусту при желании, просто ее уже никто не хочет смотреть, мои картинки уже никто не знает в Фейсбуке, ее, в принципе, могут посмотреть все, кто на самом деле на меня подписался и с кем меня как задрожил. Это же удивительно, это просто удивительно. И вот если говорить по развитию человека, вы понимаете, что на самом деле как они расселялись, как на самом деле происходило изменение нас. Но вы же понимаете, что эти люди существовали без Библии. Потому что Библия существует сколько там, две тысячи, тысячи. Когда она? В тысячу шесть. В тысячу шесть. В тысячу шесть, да? В тысячу шесть. Это старый завет, да? Новый завет – это две тысячи. Не очень. Да? Вот тем не менее. Вот, а как существовали эти люди? Ну, Бог это же не видел. Нормально существовать. Да. Ну, они поняли. Просто о Боге, а не о Библии. Ну, тогда нет, ну, это я понимаю, да. Но если так, то тогда, понимаете, об этом, собственно, и говорить нельзя. Потому что если и Библия не функционирует, и это, то просто реальное количество знаний. Но знаете, что меня, если честно, я тоже ничего не могу потом по этому поводу сказать объективного, но меня вот очень сильно расстраивала бы другая штука. Вот я знал бы, да, что Бог есть, и что потом Он меня положит на свои зеленые ладони, когда я умру. Ну, чтобы я под этим не подразумевал. Понимаете, получается, что я всю жизнь, зная об этом, проживу, думая, что это так, проживу в заглуждении. А когда я умру, меня не положит ни на какие ладони. Это неважно. Получается, я всю свою жизнь, вот сейчас я просто абстрагируюсь от Бога, всю свою жизнь. Я когда, знаете, я участвовал, сейчас специально, чтобы уйти от Бога, я участвовал в программе «Решите за меня» на ТВЦ была такая программа. Я там был постоянным экспертом. Мне за это платили деньги. Нехти какие там, ну и там тысячу евро, доллар в месяц. Мне платили их. Это было серьезное испытание, потому что, на самом деле, ты понимаешь, такой энергетический удар – это ток-шоу. Знаете, все говорят, да? Пусть говорят. Вот ты сидишь и, значит, экспертом. Все время. А записывается программа – три-четыре программы блоком. Вы понимаете, да? И вот, когда я… Что? Что? Почему я вспомнил? Отойду от Бога, вы сказали. Отойду от Бога. Про ладони зеленые, что я уже у меня не возьмет. А, все, да. Да, я совершенно другому отойду. И понимаете, там встречались разные люди. Иногда даже неподсадные. Ну, то есть, настоящие, те самые, реальные проблемы. И вот они решают. И когда-то у тебя женщина говорит, понимаете, я там, я прожила своим мужем десять лет. И все, как бы, на любви не было, но там еще что-то я привыкла. А вот сейчас у меня любовь. Да, я не молода. Ну, там, кстати, мы же все мысли на теле, как только нам не пятнадцать лет, так мы все не молоды. Да? Ну, по-моему, там было сорок лет. Я не молода, но я сейчас встретила человека, которого там… И он там тоже сидит, человек тоже непонятно какой. Да не смысл, там какой-то красавчик. Ну, вот. Я там типа… Ну, я вот… Я не знаю, что мне… Решите за меня. Решите за меня. Решите за меня. Что мне делать? Там типа семья там… И вот там все что-то говорили. Так были пригашенные гости, все это бла-бла-бла-бла. И когда ходила она до меня… В этот момент я сказал одну вещь. Я говорю, подумайте. Вы двадцать лет прожили без любви. За столько лет даже никого не сажают. У нас просто даже нет такого… У нас просто расстреливают потом. Угу. То есть нету двадцатилетнего срока заключения. А вы двадцать лет добровольно провели заключение. И сейчас вы пришли и спрашиваете, что вам делать? Вы спрашиваете, что вам делать? Когда… Вот вам дали ключ от вашей темницы, из которой вы можете выйти, а вы к нам подходите и приходите и спрашиваете, что мне делать? Сиди дальше. Да. То есть я говорю, конечно. И иногда я говорю жестко, потому что, ну как бы, получалось, да? Получается, что я зачеркиваю ее жизнь, и этот там… Потом муж слышит, что я говорю, что вы выполнили заключение. Ну, действительно. Ну, то есть если… Если вот из этого выбирать, понимаете, лучше на самом деле лечь потом на зеленые ладони. Потому что, ну поверьте мне, если зеленые ладони есть, то ему все равно. Верил там какой-то пшивый Дмитрий Воденников, которого он, не знаю, по имени, в него, или не верил. Ну просто это несоизмеримое, ну понимаете, да? То есть я… Когда Чуня там, она идет ко мне, мне все равно, там верит она в то, что я там все могу, нет, я беру ее, понимаете, на свои там не зеленые, а розовые, там какие-то сероватые ладони, я беру ее. Поэтому, понимаете, в этом смысле… А мне не нужно для этого, чтобы, по моему убеждению, правильно жить. Мне не надо думать, я хочу просто сейчас где-то жить. Вы знаете, что в человеческом организме, в человеческой психике есть не встроенный, а выработанный, вот именно встроенный – это типа значит так, да? Это есть выработанный механизм совести. Это на самом деле действительно же интересно проводили, я еще рассказывал, напомните мне, просто целая книга написана по поводу, как человек делает нравственный выбор. Это очень интересно, это тоже все проводится опытным путем. Я могу набрать сейчас по деталям, но это не суть. Я вообще хочу есть. Предлагается выбрать. Представьте себе, что идет вагонетка свободная, вот она может идти туда, может идти сюда, и там надо перевести стрелки, и надо выбрать вариант. Либо ты, а ты можешь направиться, либо ты направляешь ее в одного человека, который стоит на той ветке, либо ты направляешь ее на трех человек. И надо, естественно, большинство выбирает, что ее направляешь на одного человека, потому что один – это встроенное, один менее важен, чем три. Усложняется. Опять то же самое, там стоят три прекрасных мужчин, а там стоят три ребенка. Что выбираете вы? Они выбирают трех мужчин. То есть, видите, там меняется. Потом выбирается то, сё, опять те, то, сё. А потом происходит усложнение опыта ментального. На вагонетке, не важно, что может быть, там стоит одинаковое количество мужчин. На вагонетке сидит толстяк. И эту вагонетку, выясняю, что можно остановить не только вот это, можно остановить, сбросив что-то тяжелое под нее, и она не доедет ни до этих прекрасных парней, ни до этого прекрасного ребенка, или одного человека. Вы выбираете вариант. Вы можете сбросить, вы можете направить туда-сюда. Так вот, я сейчас буду брать по цифрам, но они были принципиально. 95% людей не могли выбрать вариант, что они сбрасывают ни в чем не повинного толстяка на рельсы. То есть, по большому счету, это нелогично. Потому что этого человека ты, в любом случае, выбираешь, ты его приговариваешь. Или этих людей ты приговариваешь, если, допустим, там стоит ребенок. Но это в человеческой психике, тем не менее, вмонтировано, выработано. Но человек, который не участвует в выборе, для него это им как механической, ну понимаете, это еще, там еще отрабатывается, чисто механическим способом остановить вагонетку. То есть, ну просто грузом. Человек не может быть грузом. Вы понимаете, да? И вот это, на самом деле, та история, которая вырабатывалась, я все слышу и все вижу, как говорит Ирина Васильевна, не внимая, это сложие. Значит, это все вырабатывалось определенным эволюционным путем. Каким-то, да? Как бы сложным. Еще что-то, когда люди выходили в саванну, еще что-то, что ценно. Когда-то, на самом деле, человеческая единица была не цена. Вы же понимаете, что были жертвоприношения, да? Представьте себе, что у нас сейчас возможно в прямом смысле жертвоприношение, чем прекрасно христианство, Что оно ведь вывало жертвоприношение на символический уровень. Что здорово, да? Ешьте тело мое, пей кровь мое, это же здорово. Это здорово именно потому, что это огромный шаг, который был сделан действительно. Вот я когда был в Израиле, и меня возили в Цесарию, или в Цесарию, я сейчас не понимаю, Цесарию, наверное. Да, это Цесария, да? Кесария. Кесария, да. Это там, где были вот эти римские, ну, вот эти, как они. Ну, там какие-то, например, стадионы огромные, где на колесницах там. И вот вы знаете, это очень сильное ощущение. Потому что там камни огромные вот такие, да? Все это сложено, на века они держатся до сих пор. Две тысячи лет, и ты входишь в это, и вдруг понимаешь, что здесь может случиться все, что угодно. Что на самом деле ты можешь быть просто вот таким рабом, куском мяса, и что на самом деле будут сесть зрители, тебя выведут на эту арену. Ну, понимаете, да? Для того, чтобы там… Ну, там это все не колизей, да? Там не выгоняем. Вот ты понимаешь, что ты все, то ты песчинка. Что вот эти люди будут смотреть на тебя, как тебя там колесницы разрывают. Ну, я что-то, но я понимаю, что ты можешь быть просто последним рабом. И что ты будешь совершенно… или, допустим, как меня это убивало, всегда вот это… просто невозможно там показывать публичный дом, имеется в виду древний публичный дом. Вы же понимаете, как набирались, извините, это же не добровольно, да? Я хотел быть проституткой, да? Понятно, что это были пленники, пленницы. Вот когда ты думаешь об этом, это возникает как будто возмущение, да? Что как человека, живого, мыслящего, да, можно определить как кусок мяса там к чему-то. Вот понимаете, ну вот это в этой кесарии, которую я опять забыл, как она правильно называется, ты это чувствуешь, что ты совершенно спокойно можешь быть куском мяса. И вот в этот момент ты вдруг постигаешь, какое было потрясающее для того времени событие христианства, что появился какой-то странный, жалкий, да? Такой непонятный человек, ну просто как обычный, да? И он стал говорить, возлюби, люби, что только там нищие духом войдут. Вот он стоял против всей этой махины, да? Всех этих камней, всех этих колесниц, где ты был всего лишь утехой, да? И он стоял и говорил этим людям, ну я сейчас там стоял, по большому счету стоял и говорил этим людям, что нельзя, нет, не войдете, нет, этого не будет. И тогда ты понимаешь, что это было, конечно, вот это было гениальным, да? Одно это рождение, то есть, во что оно потом превратится... Вы знаете, во что оно потом превратится? Вы же знаете по поводу Европы, да? По поводу ведьм, по поводу сжиганий, по поводу пыток. Ну вы же всё это знаете. Вы же понимаете, что вот это по сравнению с тем, что это было, когда выходил голый человек и говорил, что нет, нельзя это делать! Это всё нельзя, даже не было, что это грех, что нельзя этого делать. И понимаете, во что это выродилось, во что это превратилось, как люди шли, как люди устраивали крестовые походы. Вы же понимаете, ради чего они устраивали крестовые походы. Вы же понимаете, что это был способ обогатиться. То есть все это, я уже говорю про упомянутую инквизицию и все прочее. То есть понимаете, и в этом смысле, конечно, во что превращена религия, и что она нашим извращенным человеческим умом превращается, конечно, это ужасно, в этом смысле ужасно. Понимаете, просто Бог, ну почему нет? Понимаете, но только не... То есть понимаете, да, но с другой стороны, я, как я говорю об этом смысле, я понимаю, что если... Да, я знаю, что я всего лишь вовремя развившийся странным образом обезьяна. Поэтому вы же еще понимаете, что я вообще, в отличие от вас, таких прекрасных, никак не могла с ним ущипнуть, а я еще и, ну как бы с точки зрения ее религии и большинства людей, я еще и бракованный. Я просто бракованный по всем параметрам. Не то, что я еще бракованный здесь, я бракованный в своей сексуальности, по религиозным представлениям, по общей народной, в общем, я просто бракованный. Я просто сломанная игрушка. Ну вот. И... Но я не готов быть сломанной игрушкой. Ну, чужая вас разочаровывать, Дима. Проводить. Уникальность, я понимаю, но в Библии написано все согрешили, все решены. Я понимаю, да, но там еще написаны еще и другие некоторые вещи, которые выделяют тебя из всех. Нет, я не особенный, я как раз не особенный. Ну, которые тебя выделяют из всех. Нет, почему, я, кажется, совершенно не особенный. Я как раз вот собственно про это и говорю, именно потому что Библия делает всех особенным. Она выделяет по поводу «ты особенный, ты особенный», в плохом смысле. А я считаю, что мы не особенный. Мы никто не особенный. Понимаете, вот именно вот, понимаете, и это и есть. Вот если бы была вот такая религия, что мы все… Нет, в Евангелии написано немножко другие вещи. Если мы не все, мы не можем использовать друг друга, мы не можем унижать людей только из-за того, что они по-другому организованы чем-то. Инвалиды ли они, геи ли они, другой ли они крови, другой ли они национальности. Мы не можем унижать и уничтожать людей. Вот Надежда Японова-Мандельштам, которую я уже вам цитировал, потрясающая вещь, которую она, если я опять напомню, когда она уже потеряла свою Осью, Иосифа, Господи, Емельевича, Иосифа, Иосифа Емельевича, и все уже спиталось непонятно, что там было, бла-бла-бла, неважно, в какой-то момент, когда она уже так была в отчаянии от всего этого, она подумала о том, что Господи, как бы это было хорошо. А, как всегда, она подумала на очень элементарном примере. Она жила там где-то в коммуналке, где-то еще там был какой-то отвратительный сосед, который, по-видимому, еще и стряпал анонимки, да, или там доносы. Она говорит, они даже были чем-то не похожи на людей, потому что его жена даже не могла освоить элементарную такую вещь, как готовка макарон. Они макароны, то ли они их разваривали до клейстера, да, то ли они их как бы не доварили принципиально. Ну, как бы, ну, понимаете, да, то есть они даже элементарное блюдо не могли сделать. Сейчас я не могу вспомнить, что там что-то чудовище-то, ну, понимаете, да, вот типа есть сухие макароны. Думают, что вот так и надо их есть, там была какая-то вообще нечеловеческая, да, какая-то недотыканка абсолютная уже. И она, естественно, как-то там, она еврейка, понятно, да, что понятно, что всегда это существовало, антисемитизм, особенно в меньших египеталях, в дремучих пластах, и она в какой-то момент уже измучена какими-то сварами, там, мерзостью кухонной и коммунальной, она подумала, господи, или он там еще все время говорит, что а где-то твой муж, значит, он тебя репрессирует, а ты или тоже не антисоветский макароничный момент, она какое-то в какое-то значение запишет в своей комнате и подумала, господи, почему бы мне не дали каких-нибудь ручных фашистов, вот моих ручных фашистов, они пришли и убили их, забрали их, чтобы они были моими фашистами, чтобы… И вот тут у нее моментально щелкнуло, что на самом деле, что в этом есть разделение настоящего человека и недотыканки, что настоящий человек, он не думает, что есть люди, которых можно убивать, а его нельзя. Настоящий человек думает, что никого нельзя убивать, и она отказалась, она говорит, что я как бы закрыл это, я подумала, что нет, не надо мне моих ручных личных фашистов, которые помогут мне жить. И вот это, в принципе, были люди, которые считали, что ради квартиры, ради того, ради сего, ради просто мести, на самом деле можно убивать, мучить и убивать других людей. А есть люди, которые считают, что никаких людей мучить и убивать нельзя. Но есть только не то, когда не защищают свою жизнь, когда на тебя можно бросаться, там можно сидеть и тогда можно. Или бросать и творить, ну вот что-то такое, конкретно совсем физическое. А если уже, опять вспомним, толстяка, то есть направить туда можно, мы все выбираем, но вот понимаете, взять и столкнуть ни в чем не повинного толстяка нельзя, то есть взять, броситься, начать драться и убить друг друга, если напали допустим на меня, допустим, даже не на собаку, просто на меня, да, мне в дом стали ломиться, я буду защищаться. Вы понимаете, да? Но вот взять и написать анонимку, вы не могли бы там типа, вы знаете, он там клял сталь, Путин, да, приберите, даже не приберите, просто он клял там кого-то. И мне потому, что мне очень нужна вот эта жилплощадь, к примеру, да. То есть вот этого делать уже нельзя. И это заложено в нас развитие эволюционным. То есть, и каким-то вот, мне вот очень это понравилось, вы же знаете, что мужчина, правда, не может ударить, если он что-то, не самому не может ударить женщину, не может ударить ребенка. И в принципе он еще не может ударить старика. Это понятно, что били, бьют и бить будут, но в принципе у нормального мужчины есть защитная вот такая, нет, если тут довести он, я имею в виду, все-таки ему трудно поднять руку и ударить того, кто слабее – старика, женщину и ребенка. В свое время, когда бил Олега, его брат дадил, и пащики меня сидели у кого-то хорошего. И я говорю, вот Олег не может сопротивляться. Он говорит, вот как он ко мне относится? Только к старику, только к женщине, только к ребенку. Но почему-то ответить он не мог, он мог отпихиваться еще, но чтобы там полететь и шибануть – это невозможно. Но вот это выработано, как у Ахмадулина. Кстати, я хотел почитать, я, кажется, вам читал. Сейчас, как у Ахмадулина. Уж если говорить «люблю», то, разумеется, ему, а не кому-нибудь другому. А что касается Балахмадулина, когда я уже завершаю, по крайней мере, чтение уж точно, у нее есть стихотворение, которое я очень люблю. Оно, кстати, мне кажется о том, о чем я говорил, о том, что у нас все намешано, и о том, что такое стихи. Хотя там будет совершенно честное стихи. Теперь о тех, чьи детские портреты вперяют в нас неукротимый взгляд. Как в рекруту, забритые в поэтах, те стриженные девочки сидят. У чудища, в которой все не четко, указка ей лишь наущение звезд. Не верьте ей, что кружева и челка, под челкой лоб, под кружевами хвост. И не хотят, а притворятся ловко. В ростах любви, любиться норови. Грозна, как дант, а смотрит, как плутовка. Тать тьмы ночной, мне страшно, говорит. Муж несравненный, удели ей ада, терзай, покинь, всю жизнь себя кори. О, как ты глуп, ведь ей того и надо. Дай ей страдать и хлебом не корми. Твоя измена есть подручней ласки. Когда б ты знал, прижав ее груди, все, что ты есть, она предаст огласке на столько лет, сколь есть их впереди. Ты мучил женщин, ты был смел и волен. Вчера шутил, уже не помнишь с кем, отныне будешь. Дивный муж и воин, там, где Лаура, Беатрича, Керн, по октябрю, по Болдинской аллее, уходит вдаль, слезы не обронив. Нежнее женщин и мужчин, больнее, чтоб заплатить за тех и за других. Вот когда как фокус все собралось. Ну, вы поняли, это про дерево, типа Ахматова, цвета как в реку, ты забритый в поэт, ты стриженый девочка. Ну, имеется в виду. То есть, что, на самом деле, поэт он не вполне, человек вообще не вполне, как бы, да. По октябрю. Вот это мне нравится. Муж несравненный. Удели ей ада, терзай, покинь, всю жизнь себя кори. О, как ты глуп. Ведь ей того и надо. Дай ей страдать, и хлеба не корни. Твоя измена есть подручь и неласки. Когда ты знал, прижав ее к груди, все, что ты есть, она придаст огласке. Настолько лет, сколько есть их призы. Возможно, я сейчас пропустил, но это не важно. И вот это мне очень нравится. Потому что, на самом деле, когда ты четко все это в себе осознаешь, ты действительно можешь заплатить из-за тех… Мне что-то нравится так. И чтобы заплатить за тех и за других. Ну, и мы сейчас о чем-то еще будем говорить? Ну, мы пообедаем, а потом чуть-чуть… Ой, я очень хочу есть. Мне сегодня просто не кормили завтрак, мне сказали, что я не…